не было, вот как вы видели, да, и поэтому придется работать так, но ничего, ничего, мы будем смотреть на слайды, поэтому, значит, с Богом начинаем, да, я рада приветствовать вас сегодня, мои дорогие, здесь всех на моем мастер-классе, который называется «Как снова стать любимой» или любимым, я вижу, у нас есть мужчины, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли сюда, за то, что вы решили провести со мной пятницу вечер, и я надеюсь, что сегодня вы уйдете удовлетворенные, что я надеюсь очень, что это время, проведенное со мной, будет для вас интересным, нужным, вот, и, в общем, я надеюсь, что вы не пожалеете о времени, проведенном со мной, и так, значит, и благодарю, конечно, прежде всего, девочки, извините, хочу поблагодарить организаторов сегодняшней нашей встречи, и благодарю вас за то, что вы пригласили меня сегодня участвовать, это для меня действительно большая честь, я очень люблю участвовать, потому что обычно люди, ну, как бы, мне нравится делиться знаниями, ну, и очень надеюсь, что всем будет сегодня полезно. Итак, значит, называется наш класс, наш сегодняшний мастер-класс «Как снова стать любимым» или «Любимой». Значит, прежде всего, безусловно, давайте знакомиться, но для знакомства я хочу задать вам следующие вопросы. Влюблены ли вы сегодня? Любимы ли вы сегодня? И какая на сегодняшний день ваша самая большая проблема в отношениях сегодня у вас? Вот, в принципе, вы можете, вы можете, в принципе, мне писать или в чат, или хотя бы писать себе, если вам очень громко, вы мне говорите, я буду снижать, значит, звук, да? Вот, и, значит, влюблены ли вы сегодня? Любимы ли вы на сегодня? Вообще, какая у вас на сегодняшний день проблема в отношениях? Я очень буду вам благодарна, если вы будете писать в чат, но, повторяю, прежде всего, приглашаю вас, безусловно, писать себе самим, отвечать на эти вопросы хотя бы самому себе. Иначе, ну, как бы, так будет больше у нас полезности, да, больше будет толка от нашего мастер-класса. И какая на сегодняшний день у вас проблема в самореализации? Какая проблема в финансах? То есть, на сегодняшний момент, насколько вы удовлетворены вашей жизнью? Вот, можете ли вы мне в целом написать от нуля до десяти, быть открытой, Нурса Элия, спасибо большое, да? Да, вот, насколько вы удовлетворены в жизни и какие у вас проблемы, если вы не на десяточку сегодня удовлетворены вашей жизнью, то какие у вас проблемы? Быть открытой, замечательно, Нурса Элия, ну, вот, быть открытой – это с какой целью? Вот, что вам это несет? То есть, для какой цели вы хотите быть более открытой? Почему вы, например, может быть, то есть, если вы задали себе такой вот, ну, вот вопрос, то, скорее всего, у вас есть какая-то проблема, связанная именно с этим, да? То есть, проблема может быть в отношениях, да? И это вам, безусловно, наверное, мешает. То есть, вот, уже то хорошо, что вы записываете то, что вы признаете себе в том, что что-то не так. На сегодняшний момент я хочу вас всех спросить. Вот, смотрите, какая красивая фотография появилась сейчас перед вами. Кто это? Кто это? Как вы думаете, кто это? Напишите мне, пожалуйста. Быть честной, замечательно, Нурса Элия, да, у нас чуть-чуть, наверное, час отстает, или я очень сильно бегу, да? Да. Это мы сейчас обо всем будем этом говорить. Большое спасибо, Нурса Элия, за ваши проблемы. Клуни, правильно, Жанна Клуни, да. Вот, а сейчас у меня к вам вопрос. Вот, что общего между этими двумя мужчинами? Один знаменитый артист Джордж Клуни, а второй просто бродяга. Кроме того, что они мужчины, между ними еще есть что-то общее. Сейчас мы будем об этом с вами говорить. Как вы думаете, что общего между этими мужчинами, у которых совершенно разная профессия, ну, насколько мы можем видеть, да, и, наверное, разный, как сказать, социальный уровень. Что общего между двумя этими женщинами, что объединяет этих двух, кажется, разных женщин или этих двух женщин, что объединяет, как вы думаете, вот этих двух женщин. Одна, скорее всего, живет на селе, а вторая, наверное, где-то в городе и работает, наверное, в офисе, ну, там, каким-то менеджером или еще там кем-то, да. Вот что общего между всеми этими людьми? Радость их может объединять, правильно, радость, да. Но еще что объединяет всех людей на земле, вот буквально всех, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола, вне зависимости от страны, в которой мы проживаем, вне зависимости от нашего социального уровня, от, как сказать, дохода, от степени дохода, да, от, не знаю, какой категории людей мы принадлежим. Вот нас всех объединяет что-то одно, что-то одно общее. Вот как вы думаете, что нас всех объединяет в жизни? Радость, счастье, да. Еще что? Я скажу вам, я вам сейчас открою один секрет, мои дорогие. Желание быть любимым. Все на земле, буквально все, правильно, мы хотим быть счастливыми и мы хотим быть любимыми. Вот сейчас я вижу по вашим значкам, из каких вы стран, здесь вообще присутствует огромное количество стран, Казахстан сегодня и мой родной Казахстан, и Украина, и Россия, и вижу и Америка, и Молдавия, вижу Беларусь, вижу, да, Италия, вижу. И всех нас, всех поголовно на земле объединяет одно желание быть любимыми. И почему? Потому что любовь – это жизнь. То есть мы сто раз слышали, может быть, больше раз в жизни слышали, что любовь действительно – это жизнь, да. И для кого сегодняшний мастер-класс? То есть я все это еще веду пока еще только к знакомству. Для кого сегодняшний мастер-класс? Для всех тех, кто хочет быть любимым и любить. А значит, для всех тех, кто хочет наслаждаться этой жизнью. Вот писали сейчас, Нурсайле писала сейчас в скайпе, в чате, извините, радость, счастье. Безусловно, мы все хотим быть счастливыми, безусловно, мы все хотим жить в радости, проживать каждый день нашей жизни в радости, безусловно. И именно для вас, значит, для вас сегодня этот мастер-класс. И, безусловно, правило поведения на мастер-классе на нашем – это активное участие. Активное участие я обычно действительно прошу не только потому, что мне просто приятно видеть ваше активное участие, значит, я вижу, что вы не заснули, что вы не просто так включили компьютер, что вы здесь, что вы участвуете. Вот, ну и, безусловно, и для вас самих, для того, чтобы, ну, как-то больше понять. Поэтому, конечно, безусловно, необходимо быть несколько интерактивными, то есть, ну, вовлеченными, да, в сегодняшний наш процесс. Поэтому, безусловно, я жду от вас участия, мои дорогие. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, чего хотят все люди на Земле. Вот это мы уже с вами несколько озвучили. Да, откуда появилось чувство одиночества, откуда появилось вообще желание быть любимыми, от кого зависит наше одиночество, как снова стать любимым, как навсегда избавиться от одиночества. И нас с вами ждет несколько интереснейших упражнений. А вот сейчас, дорогие мои, действительно, вот писала мне одна Нур Саэле. Я хотела бы вас спросить, на сегодняшний момент, вот какая у вас проблема в отношениях? То есть, вот одна Нур Саэле ответила мне. Как у вас обстоит сегодня дело с любовью? Влюблены ли вы на сегодняшний день? Как у вас вообще, любимы ли вы на сегодняшний день? Или у вас сегодня именно с любовью, с отношениями имеются какие-либо проблемы? Я очень прошу вас, если это возможно, напишите мне, пожалуйста, в чат. Потому что, если вы сюда пришли, то, наверное, нет отношений, Люда. Спасибо большое. Спасибо, да. Нет отношений, это действительно очень болезненно, нет отношений. Потому что, естественно, вот исходя из того, что мы сейчас только что сказали, что каждый человек на земле стремится к тому, чтобы хочет действительно быть любимым. Иначе, иначе действительно люди не искали бы друг друга. Иначе, вот посмотрите, даже на самых-самых знаменитых людей. У него ведь есть все, и деньги, казалось бы, да. Он все себе может позволить. Любовь, там, любой женщины, даже очень часто любого мужчины он может себе позволить, да, любовь. И тем не менее, люди очень часто, часто почему-то бывают несчастливыми, не глядя на все, казалось бы, огромные возможности, да. Вот действительно, тема отношений очень больна. И вот сегодня мы будем с вами об этом говорить. Для начала, позвольте мне рассказать буквально несколько слов о себе. Значит, мне на сегодняшний день 48 лет. Я с 2000 года проживаю в Италии, до 2000 года я родилась и выросла в городе Алма-Ате. В 2000 году я переехала в Италию, в Рим. Так получилось, что я вот замечательно, он в Урсайле, я любима, люблю своего мужа. Но сейчас мы будем с вами еще говорить и про другие проблемы, которые именно происходят. Вот сейчас мы затронем чуть-чуть несколько в глубину, и вы узнаете, Нурсайле, я вас благодарю, оставайтесь с нами. Сейчас мы будем, затронем чуть-чуть, несколько глубже наши, ну, основные наши, да, моменты жизни. Так, возвращаемся, значит, ко мне. Значит, на сегодняшний день я проживаю в Риме вот с 2000 года. И с 2000 года, знаете, я приехала в Рим, и я такая вся была уверенная в себе, и я думала, что, ну, вот сейчас я вообще вот сверну тут горы. Вот, и, но случился такой момент, случился, что за свое счастье, как бы, я вообще поставила ответственным, как бы, моего мужа. И первые, вот, 7, наверное, лет, это был какой-то кошмар. Но мало того, что проживать на чужбине, вот я вижу тут, у нас есть люди из других стран, наверное, они знают, насколько это сложно, начинать жизнь за границей, да, когда у тебя все, ну, вообще вся, вся твоя жизнь осталась в прошлом, все твои друзья, знакомые, родные и так далее, все, вся дружба, все отношения, все осталось в прошлом, далеко-далеко. И когда приходится начинать совершенно жизнь с нуля, это не так легко. Но и с другой стороны, здесь действительно мы проходим испытания буквально, ну, на, не только на выживание, но и на то, насколько мы сами сильны, сами по себе. То есть действительно здесь приходится бросать вызов самому себе ежедневно, буквально ежедневно. И вот так получилось, что первые 7 лет были просто ужасными вот в моей жизни. Действительно, я очень часто бралась, ну, вообще я бралась за все работы, которые, как бы, я встречала на своем пути, я себя все искала, искала, искала. Я занималась очень много с туристами, работала в туризме очень много, занималась отношениями, у меня была моя фирма по, значит, по отношениям, то есть я как-то брачное агентство, была брачная контора у меня, да, в городе Риме, вот, долгое время. Вот, потом я снова уходила в туризм, в общем, я все время себя искала, искала. Да, что бы я ни бралась, у меня особо как-то таких результатов огромных не было. Я очень хотела сильно каких-то супер-пупер результатов. И постепенно, вот, знаете, так случилось, что постепенно вся моя, вот, уверенность в себе у меня, то постепенно вздулась, как шарик, и вздулась. Вот, и, ну, здесь были какие-то сложности с документами, были какие-то сложности со старшей дочерью, потому что у меня был как раз переходный период, да. И все это вот постепенно меня как бы настолько прибило к земле, и такой, знаете, вот уверенность в себе дамы, потому что я, в общем-то, приехала, такая была очень сильно уверена в своих возможностях, в себе, такая, знаете, в общем, я сильная, я все могу, как тот ежик из анекдота, да. Вот, сильная, но легкая, вот. И вся моя уверенность так постепенно сдулась. И, знаете, я дошла до такой точки, что я вообще не знала вообще, вот, вообще есть ли счастье. Вопрос, а есть ли счастье, у меня вообще стояло огромным и большим, и жирным. Вот, и я вообще ловила себя на мысли о том, что я вообще глубоко несчастлива. Представляете, то есть проживая даже в стране, которая была мечтой очень многих, я ощущала себя вообще глубоко несчастным человеком. И вот тогда, и вот тогда, значит, ну, я прошла массу-массу-массу различных работ, пробовала в чем себя, только не пробовала, в общем, вот. И тогда, на тот момент, я действительно задумалась, а есть ли счастье на земле вообще, от чего зависит наше счастье, и что вообще, что является нашим счастьем, да. То есть, казалось бы, у меня, ну, как бы был и... Спасибо, Людочка, спасибо. И, казалось бы, у меня был и мужчина, который меня любит, да, рядом, и все. Но моя вот внутренняя вот эта вот неудовлетворенность сказывалась и на наших отношениях. И, в общем, все летело вообще в тартарары. И вот тогда, тогда мне пришлось, как бы, знаете, начать вот именно искать поиски. Я просто начала заниматься именно поисками ответа, что, как мне стать счастливой. Я очень хотела быть счастливой, я очень хотела получать удовольствие, радость, счастье от каждого прожитого дня. Вот я очень хотела разгадать для себя вопрос, а можно ли вообще быть счастливой, от чего зависит счастье. Вот я попала на тренинг к нашему итальянскому тренеру, он ученик Энтони Робинса, Роберто Ре, у нас такой есть, Виталий. Вот я училась у него, мы ходили по горящим углем и так далее. И вот с него, именно с него у меня начался такой момент моего, действительно, моего роста, вот именно моего самопознания. Вот, и сейчас, значит, вот это, значит, моя испография. В 38 лет я снова стала мамой, 38 лет, да. И тогда моя жизнь начала постепенно вообще кардинально меняться, кардинальным образом, да. Я, мои обучения не закончились, мои обучения не закончились. Я до сих пор продолжаю учиться. Вот мне очень нравится психология, всю жизнь нравилась. Я все время следила за людьми, мне всегда нравилось помогать людям вообще присматриваться, понимать, задавать вопросы и так далее. Я прошла курс и до сих пор еще учусь психологии, продолжаю до сих пор учиться, вот. И на сегодняшний день, действительно, я могу себя назвать, действительно, ну, гармоничной личностью. Вот, то есть, извините, я вернусь обратно-назад на тот слайд, потому что, в принципе, это не значит, что... Спасибо, Надечка, большое. Это не значит, что на сегодняшний день у меня нет проблем, мои дорогие. И, поверьте мне, проблемы, я их называю задачками, они встают перед нами ежедневно, понимаете, ежедневно. Мы просыпаемся в надежде на то, что наш день сегодня пройдет на ура. И он иногда и часто проходит так, но иногда в нашу жизнь появляются в нашей жизни задачки, ежедневные моментальные задачки, которые мы должны решать. Понимаете, иначе наша жизнь не имеет смысла, иначе наша жизнь просто статическая. А эти задачки ведут нас вот к росту какому-то, к эволюции, да. И поэтому, я вот возвращаюсь к себе, да, что мои проблемы не все, безусловно, разрешены. Но на сегодняшний день я могу совершенно четко сказать, я изменила свое отношение к этим задачкам. Я легко с ними справляюсь, потому что именно вот багаж знаний, которые я получила и применяю, помогает мне сегодня наслаждаться и радоваться жизнью. Именно поэтому я, извините себя, вот так вот называю очень нескромно прокламатор счастья. Очень часто люди мне говорят, ну что такое прокламатор счастья? Ну вообще, как ты себе позволяешь вообще так себя называть? Вообще кто-то такая вообще? И что это за название такое? Я, знаете, я очень думала поменять, очень часто думаю поменять, наверное, это название. Может быть, вызывающее, может быть, не очень меня все понимают. Но именно прокламатор счастья, как бы, понимаете, меня, это выражает всю мою сущность на сегодняшний день. Я прокламирую счастье, я помогаю людям становиться счастливыми, понимаете? То есть, ну наша жизнь, она состоит из, ну как бы, из нескольких моментов. Это безусловные отношения, это работа, там финансы, это наши дети, личная жизнь, там какой-то личностный рост, значит, деньги, бизнес и так далее, самореализация. То есть, и наше счастье в целом зависит от составляющих, от этих составляющих. Сейчас мы с вами дальше посмотрим. И на сегодняшний день я действительно помогаю людям становиться счастливыми. Вот. И поэтому я, к сожалению, себя так называю, вы уж меня извините. Вот. Вот тут я сделала слайд, как я этого достигла, вот я вам рассказала. Приходилось очень много выходить из зоны комфорта. Знаете, я работала очень часто представителем различных медицинских фирм. Вот в Италии я работала с огромным количеством самых-самых знаменитых врачей. Представляете, ну то есть, вот пока я себя искала, мне приходилось браться за любую работу. И было ужасно неудобно вот приходить к знаменитым вообще врачам, вот итальянским врачам, хирургам, да, и рассказывать там им о продуктах нашей фирмы и так далее. Мне было ужасно неудобно. Я краснела, я бледнела, я падала в обморок. Вот. Но так как мне нужно было, в общем, что-то делать, и я искала себя, и мне нужны были деньги для того, чтобы жить и как-то идти вперед, то приходилось браться и за это. Поэтому очень часто приходилось выходить из зоны комфорта, безусловно. Мне пришлось преодолеть неверие в себя, вообще внутреннюю неуверенность, вообще было отсутствие мотивации, были возрастные ограничения. Потому что, например, в Италии после 28 лет, после 30 лет на работу уже людей не берут. Это, ну, невыгодно как бы налогоплательщикам. И поэтому, безусловно, и возрастные ограничения тоже сказываются даже психологически на человеке. Поэтому, конечно, приходилось очень многое преодолевать. Вот. Но сегодня я вам обещаю, мои дорогие, значит, что сегодня после этого мастер-класса у вас, знаете, у вас, ну, во-первых, вот писали тут, нет отношений, у вас появится ясность. Появится ясность вообще, вы разберетесь с этим вопросом. С вопросом, как навсегда избавиться от одиночества. Я вам это обещаю. В то же самое время, я вас обычно прошу, людей всех на моих мастер-классах, не относиться ко мне строго и не принимать вообще вот все, что я не настаиваю на том, что все, что вы сегодня от меня услышите, это есть истина вообще вот в первой ее инстанции. Нет, сегодня в век информации у вас огромный, огромный выбор. Вы можете слушать и выбирать то, что вам откликается, мои дорогие. Поэтому я абсолютно не настаиваю на том, что вот все, что я сегодня вам скажу, вот так вот оно есть, и вы должны это принять и вбить в вашу голову абсолютно навсегда и все. Понимаете? Нет, вы послушайте и потом для себя решите, подходит вам это, не подходит вам это, нравится вам это, моя точка зрения, не нравится. И дальше уже вы сами для себя это решите. Хорошо? Вот, а мы идем с вами дальше. Значит, почему важно разобраться в этом вопросе, я не буду останавливаться на вот этом дурацком колесе жизни, я его страшно не люблю, потому что именно его показывают на всех тренингах. Я его просто ненавижу, но на секундочку я его вам покажу, буквально для того, чтобы объяснить, почему нам важно разобраться в этих вопросах. Потому что вот, как помните, я вам говорила, наше составляющее счастья нашего, это общее, это общее, это именно много-много составляющих. То есть вы чувствуете удовлетворение по всем сферам жизни, да? Вот, а как этого достигнуть? Как этого достигнуть? Ну вот, мы с вами только что говорили, что даже богатые люди и то бывают одинокими, и то бывают несчастными, значит, деньги не есть счастье, да? Значит, можно ли, допустим, оставаться счастливым, тем не менее радоваться жизни, может быть, если вы еще не достигли, допустим, ну, ваших планов стать супер богатыми по жизни. Но, тем не менее, счастливыми быть можно, вне зависимости от того, в какой стране вы живете, где вы сейчас находитесь, сколько вам лет. Вот, и вне зависимости даже от того, все ли желания на сегодняшний день вы выполнили сегодня, вот. Поэтому, ну, над этим сегодня мы с вами и будем работать. Итак, вы сегодня мне писали, что, значит, проблемы в отношениях, допустим. Так вот, почему без любви мы ощущаем себя одинокими? Почему, почему очень часто мы имеем необходимость такую в любви? Почему мы зависим от любви? То есть, безусловно, разделять нашу радость, безусловно, разделять нашу жизнь, разделять, ну, вот, ежедневные радости какие-то еще с кем-то, кто тебя понимает, кто тебя любит, кто тебя ценит. То есть, безусловно, это огромное счастье. И, к сожалению, безусловно, не у всех оно есть. Вот. И что такое любовь? Давайте чуть-чуть быстренько, вот буквально быстренько пробежимся. Надежда, можно, когда у тебя есть любимый человек, любимая работа, любимый дом. А вот если чего-то нет, то уже не очень хотим, не очень комфортно, да. Да, вот, вот именно, что, вот именно, мы очень часто ставим себя в зависимость вот от этих, от этих моментов, да. Я сейчас расскажу именно почему. Почему мы очень часто ставим себя в зависимость от любви. На минуточку. Вообще, вот, вы мне поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня еще слышите, если вы в том, что вот Надя пишет, Люда пишет, а больше пока никто, Нурсале, вот, писала. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если, спасибо большое, да, что вы меня слышите, что вам откликается хоть как-то это, да, большое спасибо. мои дорогие, идем дальше, у меня огромный материал, огромный материал, я вам столько всего приготовила, поэтому вы уж меня извините, я буду чуть-чуть тараторить, иногда вас будить, хорошо? Так, любовь, значит, что такое любовь, я вот выписала тут, значит, любовь, спасибо, Ира, большое спасибо, значит, я выписала тут определение любви, ну, вот глубокое эмоциональное влечение, стильное сердечное чувство, это вот такое определение, да, в Википедии, вот, любви, и любовь вообще бывает к родине, к родителям, к детям, это не обязательно, да, любовь только, например, к мужчине, или любовь мужчины к женщине, или любовь мужчины к мужчине, да, то есть это в таком широком, большом смысле этого слова, любовь мужчины к мужчине, да, так, любовь к детям, любовь к родителям, к партнерам, к сотрудникам, к животным, к окружающим людям, вообще любовь к жизни, да, то есть любовь, вот сегодня мы будем говорить именно про огромное-огромное чувство, любовь, которая, без которого жизни просто нет на земле, потому что Именно любовь дает нам ощущение радости, ощущение удовлетворения, ощущение счастья. По природе, вообще природа человека – это быть востребованным, быть нужным, реализованным на благо общества. Потому что все мы живем среди людей, в обществе среди людей. Безусловно, для нас быть любимым – это еще и быть нужным. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вы понимаете, о чем я говорю. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, мои дорогие. Мы бежим дальше. Любовь, что такое любовь? Любовь, вот когда вы живете в состоянии любви, да, и наш, спасибо большое, и наша сегодняшняя встреча называется «Весна, пора цветения». Особенно весной актуальна эта тема, да, мои дорогие, спасибо вам большое. Когда мы влюблены, у нас буквально появляются крылья за спиной. Но вот опять же говорю, почему любовь мы очень часто, любовью называем только отношения с мужчиной, да, это не обязательно, вот именно будем говорить сегодня про большую любовь, да. А когда не любовь? А вот когда не любовь, когда мы не влюблены, мы чувствуем отверженность, мы чувствуем ненужность, мои дорогие, к сожалению, да, мы чувствуем одиночество. И очень часто одиночество нам, вами, мешает буквально жить. Очень часто мы ставим себя в зависимость от кого-то. Когда мы чувствуем одиночество, то мы от этого, безусловно, страдаем, потому что мы чувствуем, как бы, вот что, ну, мы несчастливы. И отказываем себе в счастливой жизни, в то время как, в то время как, счастливая жизнь – это вообще обязательное условие пребывания человека на земле. Поверьте мне, вот сегодня вы уйдете буквально вот с этой вот верой, я вам это обещаю. Счастье – это такое чувство, каждый из вас, вот здесь сидящих, на сегодня сейчас нас 32 человечка из разных стран мира, всех нас зовут по-разному, но каждый из вас не только обязан, но и должен быть счастливым. Надежда, вы сейчас в поиске работы, и вам уже пусто. Надежда, дорогая моя, в поиске работы, мы все бываем в поиске работы, понимаете, вы должны чуть-чуть по-другому, я советую посмотреть на этот момент чуть-чуть по-другому, Надежда, если мы будем смотреть только в негативе на этот момент, да, у меня нет работы, да, мне не на что жить, завтра я, что я буду делать завтра, а после завтра, а после, после завтра, а через 5 лет, а что я буду дальше делать, как же я могу отрадоваться жизни и так далее. Постарайтесь посмотреть чуть-чуть по-другому на этот момент. Может быть, это время как раз дано вам для чего-то другого, может быть, этот момент, который вот настал, пауза без работы, может быть, именно этот момент дан вам для того, чтобы, может быть, это время вы уделили тому, чему вы давно хотели уделить, выделить время, но никак не могли из-за вашей работы. Уделите время себе, задумайтесь, чего вы хотите конкретно, для чего вообще, ну, чего вы бы хотели, что я должна сделать? Молодец, умничка, только, во-первых, нужно расслабиться, потому что если вы задаете этот вопрос в состоянии напряжения, в критике, ну, как сказать, в ужасном напряжении, то ответа вы не услышите, для того, чтобы услышать ответ, который есть внутри вас, необходимо расслабиться. Расслабиться, похвалить себя, поддержать себя, помочь себе, вот об этом мы тоже будем сегодня говорить, Наречка, вы не расстраивайтесь, у вас еще все впереди, и ответ обязательно придет к вам, но это не мешает вам и не должно никаким образом мешать вам наслаждаться жизнью, быть счастливой, разрешить себе быть счастливой сегодня, здесь и сейчас, наслаждаться весной и влюбляться в себя и в остальных. Вот об этом мы будем с вами говорить, это то, что называется счастливая жизнь. Поставьте, пожалуйста, семерочки, если вы понимаете, о чем я говорю, мои дорогие, если вам хоть как-то это откликается, поставьте, пожалуйста, семерочки. Наденька, мы еще с вами вернемся, еще будем говорить об этом. Спасибо, большое спасибо за ваше участие, большое спасибо. Дорогие мои, наше современное общество, к сожалению, спасибо всем, кто участвует, к сожалению, вот в том, что с нами происходит, повинно и наше, к сожалению, современное общество. Я очень часто называю современное общество обществом рабов, обществом рабов, потому что, обратите внимание, и роботов, да, Обратите внимание, посмотрите вокруг себя, сколько счастливых людей вы видите вокруг себя. Посмотрите, пожалуйста, вокруг себя. Я, мне приходится брать, я живу недалеко от города Рима, 25 километров, мне приходится брать поезд, который, электричка, которая идет, ну, ежедневно в Рим. И каждое утро я имею такую честь, имею такую возможность наблюдать, ну, не каждое утро, но иногда, наблюдаю людей, которые идут, едут в Рим на работу. Это буквально рабы, их лица вообще вот ужасная маска несчастья, глубокого, глубочайшего несчастья, понимаете? Для того, чтобы хоть как-то скрасить вот это свое несчастье, они все достают сигареты, безусловно, и в ожидании поезда вот весь перрон стоит и курит, или телефоны, да, вот они вот там вот в этом телефоне передают степень своего несчастья глубокого, потому что они вынуждены идти на работу, которая, да, люди перестали общаться, да, люди совершенно не слышат друг друга, не понимают абсолютно друг друга, да, совершенно точно. То есть я вижу, вот люди буквально идут вот рабы, да, он идет на эту работу, он знает, что вот весь день он сейчас будет работать на нелюбимой работе ради куска хлеба, ради которой надо выживать и так далее. И все мы откладываем быть счастливыми, вот мы в какой-то в погоне за счастьем, это какая-то гонка за счастьем, да, но мы все откладываем, когда-нибудь, 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 да. Вот видите, Люда говорит, у нас такая же история, у всех такая же история, поверьте мне, и только несколько человек я могу выделить из толпы, которые действительно овладели искусством быть счастливыми, понимаете? Овладели действительно искусством, это я называю искусство быть счастливым. Ну, наше общество, безусловно, виновата тоже в этом, потому что и идеалы общества тоже навязаны нам, мы видим какие-то вот идеалы, которые очень часто далеки от реальной жизни, понимаете? Вы включаете телевизор, вы видите миллионеров там или жизнь, жён миллионеров, как их называют, олигархов, да, и так далее, вы видите какие-то люксовые машины там и так далее, то есть очень часто вообще мы гонимся вообще непонятно зачем, но это уже тема другого мастер-класса, на который я вас тоже, наверное, приглашу, хорошо? Вот, а сейчас давайте идем вперед, не отвлекаемся. Итак, только счастливая женщина может привлечь мужчину. Люда, молодец, молодец, вот к этому мы сейчас подойдем. Итак, значит, современные проблемы современного общества, очень часто это неудачное замужество и женитьба. Посмотрите, пожалуйста, вокруг, мои дорогие. Сколько счастливых, по-настоящему счастливых семей вы видите вокруг, вот среди тех, кто вас окружает. Сколько по-настоящему счастливых семей, к сожалению, что вот в России, что в Италии, что в Казахстане, к сожалению, в современном обществе, современное общество не может похвалиться количеством счастливых семей. Да, сколько людей вообще могут похвастаться тем, что ходят на любимую работу, да, к сожалению, действительно, плохие отношения, плохие отношения не только среди мужчин и женщин, плохие отношения среди коллег, плохие отношения в коллективе. Вы знаете, у меня есть русское телевидение, я очень, ну как не очень часто, иногда включаю его, пока что-то делаю, и я, мне приходится видеть какие-то дурацкие русские сериалы, я поражаюсь. Вообще, вот в сериалах речь идет только о том, о каких-то интригах, понимаете, бесконечные интриги, убили, украли, подменили, как этот обманул того, как обмануть этого, как вместе объединиться против того, чтобы обмануть там еще кого-то, понимаете. Я прочитала один раз статью, что оказывается, оказывается, именно это, эти темы наиболее, наиболее, как сказать, имеют успех у аудитории, борьба между мужчиной и женщиной, правильно, Нурса, или да, борьба между женщинами бесконечная, да, и уже это передается нашим детям, к сожалению, понимаете. То есть, и общество, к сожалению, тоже играет, ну, не последнюю в этом роль. И вот отсутствие целей. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, у кого есть четко сформулированные цели на жизнь. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот у нас сейчас 38 человечков, Надежда молодец, у кого есть четко сформулированные цели. Я уверена, что сегодня среди нас много людей с формулированными целями, потому что иначе вас бы здесь не было сегодня. Но посмотрите в обществе, какое огромное количество людей имеет цели. И вы увидите, что, к сожалению, таких людей не очень много. Отсутствие целей – это тоже, да, финансовые проблемы. Нас разрушают финансовые проблемы постоянно. Это тоже, это тоже кругом и рядом в России, в Италии, где бы вы ни жили, одно и то же. Проблемы везде у всех одинаковые. Отсюда очень часто в обществе намечается апатия, нежелание делать что-либо, мои дорогие. Нежелание делать что-либо – это ужасно, неудовлетворение от жизни. И что самое, что самое, самое страшное – это смирение. Я не знаю, я вас не спросила, мне кажется, может быть, не очень, не очень тактично было бы спрашивать ваш возраст. Я не знаю, сколько вам лет, к сожалению. Мне хотелось бы узнать, с какой аудиторией сегодня я работаю. 40, спасибо, Надежда. Да, реализация своих способностей, да, Анечка, да. Мы встречаемся только на улице или в кафе. Она зовет к себе домой. Насмотрелась, вот, 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 Оля пишет. 48, спасибо, Нурселье. Да, то есть отлично, отлично, спасибо. Значит, совсем молоденьких у нас нет, вот, девочки и мужчины тоже. Вы, я думаю, наверное, поймете, о чем я говорю. Смирение – это очень плохо. Ну, на мой взгляд, Ирина, смирение – это, по крайней мере, я против смирения. Почему? Я сейчас вам расскажу. Вот, смотрите, когда нам было 18 лет, вспомните, нам казалось, что мы готовы, мы можем свернуть горы. В 28 лет уже в душе зарождается черепь сомнения после первых неудач. Уже, наверное, в 25 где-то лет, может быть, в 28 к 30. К 40 годам этот черепь начинает расти все больше и больше, черепь сомнений. А смогу ли я? А надо ли мне это вообще? Ну, к 45, к 48, к 50, ну и бог с ним. Причем, это я не говорю про вас сейчас здесь сидящих, это я говорю в целом про общество, понимаете? И люди, к сожалению, я наблюдаю, я работаю очень много с людьми, ко мне приходят люди в личный коучинг. Я постоянно наблюдаю за людьми, я очень много работаю вживую с людьми. И я вижу, что именно с возрастом усиливается тенденция смирения. То есть почему-то мы вдруг решаем, что вот после 40, наверное, ну и хватит. Ну, есть у меня квартира, ну, не такая, как хотелось бы, ну и хватит. Ну, есть машина, ну да, хотелось бы получше, ну ладно, вину и бог с ним. Там и так далее, понимаете? Люди просто начинают смиряться и потом садятся вот к этим сериалам и в принципе все. Значит, еще смирение не всегда же с сомнением связано, оно может быть связано с терпимостью, внимательным отношением друг к другу и так далее. Нет, я имею в виду смирение с жизненными обстоятельствами, Ирина. Не смирение с людьми, которые тебя окружают, нет. Смирение с жизненными обстоятельствами. Люда правильно пишет, уныние великий грех. Ирина, да, понятно, да? Да, смирение с внешними обстоятельствами. То есть когда мы смиряемся и когда мы больше уже ничего не хотим. Поставьте, пожалуйста, девочки, мальчики, шестерочки, те, кто понимает, о чем я говорю, когда мы уже больше ничего не хотим. Потому что когда нам 18 лет, мы много чего хотим. И мы знаем, и мы верим в то, что мы можем много чего сделать. Но когда нам уже к 40, мы все меньше и меньше хотим, мы все меньше и меньше верим, а уже после 40 уже почти никто не верит вообще, почти никто не верит. Только маленькое толико общество, небольшое толико общество еще что-то пытается делать после 40 лет. Вы в их числе, потому что вы сегодня здесь. Это безусловно. Большое спасибо за ваши шестерочки. Мы идем с вами дальше. Откуда же берется любовь и потребность к ней? И как вообще все это связано с нашим счастьем? Вот как любовь связана с нашим жизненным счастьем? Я сейчас предлагаю вам, мои дорогие, вспомнить детство. Давайте с вами вспомним детство. Мы все были детьми с вами, да, и человечек приходит в эту жизнь в любви. Человек зарождается в любви, ну, за некоторым исключением каких-то случаев, да. Вообще-то детей делают в любви. И человек приходит в жизнь с любовью. Первые годы, первые дни, первые месяцы человек сразу ощущает на себе любовь мамы, любовь папы, любовь людей, которая их окружает, которая его окружает. Правильно? Человечек чувствует на себе, он растет в любви, все на него смотрят, все им любуются, да, и так далее. Что же происходит дальше? Вырастая, что происходит? Постепенно, мы вырастая, вдруг начинаем видеть, что у нашей мамы и у нашего папы, кроме нас, еще имеется что-то. Это работа, это какие-то обязанности, может быть, иногда мама с папой расходятся и входят в нашу жизнь какие-то чужие семьи, другие семьи образуются, да. Мы начинаем вдруг понимать, что не только мы вот составляем жизнь наших родителей, что родители не только вот нас, вот вокруг нас, там, и так далее, что у них в жизни еще что-то есть, кроме нас. И я приведу вам небольшой пример. Представьте себе такой вот случай. Ребенок сидит дома, он весь день ждет маму, вечером приходит мама с работы, у ребенка счастье, ну вот представьте маленький ребенок, да, для него нет ничего лучше, когда вдруг мама приходит с работы, и ребенок бежит к маме, он ее обнимает, он ее целует, и мама целует его, и все замечательно. И вдруг маме в этот момент звонят с работы, там какая-то неприятность, да, и мама на минуточку, буквально на минуточку отодвигает ребенка, она говорит, подожди секундочку, мне нужно ответить на телефон, но у ребенка в этот момент буквально рушится мир, понимаете. Ребенок не понимает, то есть это психология, это именно человеческая психология, ребенок не понимает, что он такого сделал, за что его мама вдруг изменилась в лице, за что его вдруг не любят, то есть он это понимает буквально, что вот любовь остановилась, что его больше не любят в этот момент, понимаете. Вот, постепенно вырастая, мы начинаем вдруг понимать, что как бы нас не всегда любят, понимаете, то есть как бы вот сделали мы что-то хорошее, нас как бы нас похвалили, да, сказали, ой, какая ты молодец, ой, замечательно, пятерку принесла, умничка моя, да, я тебе поцелую, а тройку принесла, со мной не разговаривали. Когда я приносила тройки, со мной просто не разговаривали, причем не разговаривали в течение нескольких недель, и тогда, например, я очень сильно от этого страдала, я всегда говорила себе, почему, почему со мной не разговаривать, почему, ну, я себя казнила, ругала, называла всякими разными словами, я себе давала клятву, что я буду приносить только пятерки для того, чтобы заслужить любовь мамы, понимаете. Это ужасно. Вот таким образом у ребенка вообще происходит зависимость наша от внешнего мира. Постепенно ребенок уходит от, вот, понимаете, он уходит в какой-то, от источника любви внутреннего, переходит на источник любви внешнего, понимаете, он начинает зависеть, зависеть от чужого мнения. Он начинает зависеть от чужой, как сказать, от похвалы, сейчас я этот слайд тоже вам покажу. Мы переходим с внутреннего источника любви на внешний, зависим от других, понимаете, от мнения других, от похвалы других, от внимания других. Поставьте, пожалуйста, девяточки, у нас еще не было девяточек, поставьте, пожалуйста, девяточки в чат, те, кто понимает меня, о чем я говорю. Уловили ли вы суть того, что я сказала? Социальные сети это поддерживают лайками. Социальные сети на сегодняшний день это и способ заработка, и способ продвижения себя. Социальные сети, вообще социальные сети, ну, как и все дело, это иметь свои плюсы, свои минусы, безусловно, Оля. Вот. Спасибо большое. Я вижу, что вы услышали меня. Большое вам спасибо. Значит, понимаете, что происходит? Вот в детстве, в какой-то определенный момент мы просто переходим от внутреннего источника любви на внешний и становимся зависимыми. Я, когда была ребенком, значит, однажды, сейчас, секундочку, я вот этот слайд вам еще покажу, от присутствия, от чего-то присутствия или от чего-то отсутствия в нашей жизни мы становимся зависимыми. Это ужасно. Я расскажу вам один случай. Однажды, когда я была еще ребенком, у моей одноклассницы, вот в семье случилась трагедия. Ее тетя закончила жизнь самоубийством, потому что муж тети там ей изменил или там ушел к другой, в общем, или что-то. Представляете, эта женщина наложила на себя руки, оставив двух детей, вообще двух своих детей, вообще из-за какого-то мужика. На тот момент меня до такой степени покорила вообще вот мое воображение, эта история, да, я не могла очень долго вообще, ну, вообще я не могла понять, как такое может быть. Как мать может оставить двух детей из-за какого-то мужчины. Понимаете, о чем я говорю? И как часто мы в нашей жизни ставим вообще нашу жизнь, наше счастье, нашу энергию, нашу, как сказать, наше вот эти вот драгоценное время, наши драгоценные дни на этой земле, как часто мы ставим в зависимость от кого-то. Поставьте, пожалуйста, мне единички. Поставьте единички, если вы поняли, о чем я говорю. Ну, понимаете, вместо того, чтобы жить и наслаждаться этой жизнью, вместо того, чтобы реализовать себя, вместо того, чтобы любить, быть любимыми, вместо того, чтобы дарить людям, которые вокруг себя находятся, потому что мы писали тут в чате, что несчастный человек не может сделать окружающих счастливыми, понимаете, вместо этого мы очень часто впадаем в зависимость от других. Извините, я говорю мы, это не значит, что это мы с вами, это вот в целом, да, тема. Вот, значит, впадаем в зависимость от других, потому что все люди на земле забывают, что главный источник любви каждого человека, это прежде всего он сам. Понимаете? Он сам. Поэтому тема сегодняшнего нашего мастер-класса, как стать любимой, это несколько в более широком смысле этого слова. Прежде всего я предлагаю вам именно вспомнить о том, что внутри каждого из вас, здесь сегодня находящегося, имеется неистощимый, огромный, колоссальный источник любви, источник радости. И вот все проблемы, мои дорогие, которые на сегодняшний день у нас с вами имеются в отношениях, в финансах, в самореализации, там еще в чем-то, все эти проблемы, вся наша неудовлетворенность от того, мои дорогие, что мы удаляемся от нашего источника любви, который находится внутри каждого из нас. Мы просто забываем, мы удаляемся, мы становимся нервными, мы плачем очень часто, мы понимаем, что жизнь вообще иногда вот не идет так, как мы хотим, понимаете? Что ничего меня не радует, у кого есть все и все равно они не счастливы. Есть бывают такие люди, у которых нет ничего и они от этого страдают. Есть люди, у которых есть все и они тоже от этого страдают, понимаете? Есть люди, у которых есть муж и эта женщина приходит ко мне, она говорит, я глубоко несчастлива. Позвольте, но у вас же вроде бы есть все условия для того, чтобы быть счастливой. Понимаете? То есть это все говорит о чем? Это говорит о том, что мы с вами удаляемся от нашего внутреннего источника любви, источника счастья, источника радости, который находится внутри нас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, мои дорогие, если вы меня услышали. Поставьте, пожалуйста, плюсики. И значит, мои дорогие, первое, чему мы должны учиться с вами в этой жизни, спасибо большое, пошли плюсики, большое спасибо, прежде всего, это, безусловно, дарить любовь себе. Не кому-то, начиная не с кого-то, а начиная с себя. Люда писала, у меня проблемы в отношениях. Людочка, поняли ли вы меня, что я сказала? Прежде всего, проблемы в отношениях, прежде всего, необходимо разрешить самой собой. Любить себя. Как? Как любить себя? Как же снова стать любимым и как навсегда избавиться от одиночества? Наладить отношения с самим собой. Для чего? Для чего нам это нужно, мои дорогие? Для осознания вашей внутренней ценности. Вашей. Потому что, прежде всего, у каждого человека в этой жизни имеется он сам. В Советском Союзе, я посмотрела, все примерно моего возраста здесь находятся. Значит, вы были в Советском Союзе, вы выросли в Советском Союзе, или вы хоть как-то соприкасались с Советским Союзом. Нас, в нашей стране, никто никогда не учил любить себя. Вспомните. Нас учили любить. Родину, партию, народ, организацию, в которой мы работаем, комсомольскую организацию, пионерскую организацию, товарища, сам умри, товарища выручай. Понимаете? Но про себя нам никто никогда не говорил. Наоборот, помните, как часто мы с вами слышали, наверное, и в семьях. Вот, коллективное мышление, конечно, потому что овцами проще управлять, индивидуальностью очень сложно управлять, потому что индивидуальность, он скромная девочка, конечно, скромная девочка, потому что индивидуальность имеет способность анализировать, думать, понимаете, и не подчиняться, выходить из-под контроля. А, безусловно, овцами проще управлять, поэтому, безусловно, нас, я говорю, вот вспомните, как мы росли в школе, боже мой, я лично слышала все, что угодно, и ты вообще ноль, и ты ноль без палочки, и ты никто и ничто, и ты вообще последняя, я последняя буква в алфавите, поставьте, пожалуйста, я не знаю, троечки, если кто-то слышал такое вообще. Ну, действительно, у нас так было модно, у нас все учителя так говорили, я, это последняя буква в алфавите, ты вообще никто, ты вообще молчи, сиди, вот. Люда, вам надоело быть скромной, вы хотите быть самой собой, пришло время, необходимо стать самой собой, именно для осознания вашей внутренней ценности, и для этого, безусловно, необходимо сделать несколько шагов. Для чего все это нужно нам, в конце концов, мои дорогие? Для того, чтобы украсить собой планету. Понимаете, мы с вами пришли в этот мир с единственной целью, радоваться жизни, быть счастливыми, реализоваться и украсить собой планету, для того, чтобы флюиды счастья распространять вокруг себя. Теперь вы понимаете, почему я называю себя прокламатор счастья? Вот я именно за это, поэтому я хочу, чтобы вы тоже были вместе со мной, вот в этом количестве людей, которые распространяют флюиды счастья, для того, чтобы украсить собой планету. Я призываю и приглашаю вас с собой. Любовь к себе. Что же такое любовь к себе? Если вы не против, поставьте, пожалуйста, если вы не против, мои дорогие, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы хотите провести сейчас, довольно быстро надо его сделать, диагностику любви к себе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы хотите провести со мной диагностику любви к себе. Европейские женщины очень открытые и сексуальные, а кто из бывших республик совсем другие. Оля, пришло время меняться, если вы этого хотите. Если вы этого хотите, если вас это раздражает, если вас это не раздражает, оставайтесь такой. То есть обычно в коучинг кто приходит? В коучинг приходят люди, которые не могут жить так, как они живут. Понимаете? Значит, человек, когда приходит в коучинг или когда ищет каких-то изменений, когда он вдруг понимает, что он по-старому жить не может, значит, если вы это говорите, безусловно, пришло время меняться. И, скорее всего, ваше тоже время настало. Скорее всего, вы хотите стать сама собой, вы хотите измениться. Поэтому, безусловно, мы вам можем помочь. Итак, диагностика. Давайте с вами проведем диагностику. Вы себе пишите, дорогие мои ответы, давайте довольно быстро, потому что времени у нас мало, а материала довольно много. Значит, себе пишите на бумажку, потом мне скажете, какой у вас результат. Значит, вопрос номер один. Пишите, поставьте пятерки, если вы готовы. У вас есть бумага и ручка, бумага и ручка. Поставьте пятерочки, если вы готовы. Я буду быстро зачитывать вам вопросы, а вы будете себе писать ответы. Нурсалей, молодец, самая-самая первая. Надежда, Оля, умнички, умнички. Бумага и ручка. Вопросы потом при необходимости я вам повторю. Аня, молодец, окей. Идем, да, значит, кто не приготовил, если что, вопрос я потом еще повторю. Первый вопрос. Значит, отвечаем быстро себе, быстро, не думая много, не взвешивая все за и против, быстро отвечаем. Значит, каждый положительный вопрос, плюсик себе ставите. Вы себя чаще хвалите или ругаете? Вот я сейчас спрошу, Аня, Оля, Надежда, вы какая? И вы мне что скажете, что вот вы себя хвалите чаще всего или ругаете быстро? Вот первое слово. Значит, если хвалите, ставим себе плюс. Если ругаем, ставим минус. Второй вопрос. Молодец, ну что ли. Вы ставьте себе, потому что потом будем считать. Второй вопрос. Какие свои качества вам проще всего назвать, положительные или отрицательные? Первое, что вам придет в голову. То есть вы себе говорите, я замечательная, я хорошая, я умная, я красивая. Или вы себе говорите, да я никакая, блин. Вот первое, что вам придет в голову. Значит, если вы себя хвалите, то есть положительные качества о себе говорите плюс. Если отрицательные, минус. Третий вопрос. Во время вашего привычного состояния, когда вы находитесь наедине с собой, то есть вы ни с кем не взаимодействуете, вас никто не видит, никто не слышит. Какое чувство внутри вас возникает? Спокойствие, удовлетворение или вы беспокойство и грусть испытываете? Значит, если беспокойство и грусть минус, если спокойство и удовлетворение плюс. То есть ваше состояние души вашей, когда вы находитесь наедине с самой собой. Вопрос номер четыре. Какие качества в других людях вы замечаете в первую очередь? Положительные или отрицательные? Значит, если вы замечаете в первую очередь положительные, вы ставите плюс. Если отрицательные, вы ставите минус. Идем дальше. О чем вы говорите более эмоционально и более продолжительное время? Вот мы с вами встречаемся. О чем вы начинаете больше всего говорить? О том, что вас радует или о том, что вас беспокоит? Значит, если вы говорите о положительном, ставим плюс. Если о том, что вас беспокоит, ставим себе минус. Десять лет назад я только и говорила о том, без конца говорила о том, что меня беспокоит. Я без конца говорила о том, что плохо. Я без конца говорила о том, что все ужасно. Вот, сегодня, конечно, я другая. Вопрос номер 6. Какая картина возникает перед вашим мысленным взором, когда вы думаете о будущем? Попытайтесь подумать о будущем спонтанно. Вот в каких тонах оно вам рисуется? В теплых, спокойных, радостных? Или вообще в пугающих, вот в каких-то вот неясных, напряженных, тревожных? Если вас будущее радует, ставьте плюс. Если вас будущее пугает, ставим себе минус. Вопрос номер 7. Долго ли вы помните обиды? Если вы вспомните обиды долго, ставим себе минус. Если быстро забываем, ставим себе плюс. Так, вопрос номер 8. Подбадриваете вы себя сами или ждете этого от окружающих? То есть, на что вы ориентированы? На поддержку себя саму? То есть, вы сами себе, вот этого вам достаточно? Или вы ждете, когда вас похвалят другие? Это для вас более, так сказать, важно. Значит, если вы сами себя хвалите и этим живете, ставим плюс. Если ждете от окружающих, значит, ставим минус. Номер 9 вопрос. Что чаще всего вы слышите от окружающих? По хвалу или критику? Если вы слышите похвалу, ставим плюс. Если вы слышите критику, ставим минус. Вопрос номер 10. Мы уже почти закончили, чуть-чуть осталось. Как быстро вы засыпаете? Ну, женщины в большинстве засыпают быстро. Ну, вот я не знаю, кто без работы у нас сейчас. Засыпаете быстро или медленно? Мысли вас мучают, долго-долго терзают, и вы не можете долго заснуть. Значит, если вы засыпаете быстро, ставим плюс. Если медленно, минус. И последний вопрос. Как долго вы можете смотреть на себя в зеркало? То есть вы спокойно смотрите на себя, себе глаза в глаза, можете разговаривать с собой, хвалить себя, улыбаться себе. Или предпочитаете быстренько умывшись, убежать, даже не заглянув себе в глаза. Значит, если можете долго на себя смотреть, ставим плюс. Если не смотрите на себя почти совсем, ставим минус. А теперь посчитайте, пожалуйста. Это одиннадцатый был, Надежда. Одиннадцатый. Ничего, у вас на один больше получше. Значит, может быть, плюсов на один. Ничего. Теперь посчитайте, пожалуйста, плюсики. Напишите в чат, сколько у вас получилось плюсиков. Отличный результат. У нас осознанная аудитория. Потому что обычно у людей, обычно, когда вот я провожу тренинги или вот с людьми в личном коучинге общаюсь, обычно не больше двух-трех. Отличный результат. Восемь. Восемь из одиннадцати – это замечательно. Это у вас все с вашей любовью, все замечательно. И ваша вся жизнь должна быть… Аня, спасибо. И вся ваша жизнь должна быть, ну, примерно уже, в общем, приближаться к суперсчастливой. Отлично. Значит, проблемы почти не должно быть. Вот. Теперь у меня, значит, что такое любовь к себе? Вот смотрите, у кого минусы? У кого минусы? Значит, скорее всего, у вас, ну, вот вы не всем довольны. Вас не все устраивает. Значит, очень часто вы беспокоитесь. Когда вы чувствуете себя плохо, неспокойно, напряженно. Вот когда мы в жизни приходим к таким моментам, мои дорогие, это бывает с каждым. Это бывает с каждым, буквально из нас. Каждый из нас человек проживает такие моменты. Я недавно прочитала в книге, это совершенно нормально. То есть у нас у всех пики и спады. Пики и спады, да. И так же, как у моря бывают приливы и отливы, так же, как день сменяется ночью, холод там, теплом и так далее. Это все нормально. Единственное, что, то есть вы не должны себя ругать за такие моменты. Вы должны позволить себе расслабиться в такой момент, да. Разрешить себе расслабиться, дать себе время на передышку. Вот кто у нас писал, что такой момент сложный, Надя или Люда, да, в жизни, да, вот у кого-то сложный момент. Дайте себе время на передышку, потому что у вас обязательно будет подъем. За спадом всегда будет подъем, если вы правильно к этому подойдете. Вот, но такие моменты, очень, вот что хотел сказать, диагностика, да, как только вы чувствуете, что вы нервничаете, что вы напряжены, что вам плохо, что хочется плакать. Если это не ПМС, извините за выражение, то это, скорее всего, вот именно тот момент, когда мы удаляемся от себя самой. Такие моменты я сейчас скажу, что нужно делать. Итак, я предлагаю провести вам упражнение, сделать упражнение. Поставьте, пожалуйста, мои дорогие зайчики, солнышки, поставьте, пожалуйста, девяточки, если вы еще со мной, если вы слышите меня, если вы участвуете, если вы еще не выпали из-за боймы, если я вас не утомила. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Спасибо. Так как вы понимаете, я же вас не слышу, поэтому единственные ваши слова, это вот, это ваши циферки. Спасибо, мои дорогие. Итак, предлагаю провести упражнение. У вас сейчас у всех есть ручка и бумажка, значит, я предлагаю вот, что вам сделать. Вспомните, спасибо, Людочка, вспомните, пожалуйста, кто для вас является авторитетом на сегодняшний день. Ну, это может быть любимый мужчина, или это может быть начальник, или может быть дети взрослые, да, допустим. Ну, вот именно авторитет, кроме вас самих. Вот кто на сегодняшний день является авторитетом для вас. Ну, то есть, от кого вам было бы приятно услышать приятные слова. Слушайте, вот один маленький пример. Любимый человек, замечательный, Надя, замечательный. Один маленький пример. Представьте, я сама тренер, я сама коуч, да, я сама учусь, я сама все время учусь, прохожу там домашние всякие задания, прохожу там что-то, и когда я от моего, от моего коуча, началось утро, буквально с ответа, с письма, с ответа на мой ответ от коуча, я получаю утром ответ, и она мне пишет, ты шикарная женщина, господи, я не знаю, такой день, понимаете, день начинается с положительной ноты. Я подумала, а что, вот как мало человеку нужно, представляете, то есть, если я, вот каждый из вас, все, кто сегодня у меня сидит в чате, Ирина, Надежда, Людмила, Анна, Ирина, Ольга, Нурсайлея, Надежда и так далее, вот все, кто сейчас, Галя, Галина, про вас тоже ж я не забыла, всем, каждое утро я вам буду говорить, ты шикарная женщина, скажите, как мы будем жить этот день, мы этот день будем летать. Сейчас, представляете, я подумала, как мало нужно человеку для того, чтобы его настроение, вот буквально, чтобы он начал день с порхания, да, правильно, да, представьте себе, то есть, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы поняли, о чем я говорю, суть того, да, вот, представьте себе, так вот, я вам, вот не зря же сказала, напишите, кто для вас является авторитетом на сегодня, а вот сейчас, мои дорогие, мои дорогие, какие слова запишите себе, вы хотели бы от него услышать, ты шикарная женщина, ты умница, ты, ну, не знаю, супер, ты вамп, ты секси, я не знаю, ты умная, да, ты мудрая, вот все, что вы хотели бы от этого человека услышать в свой адрес, запишите, пожалуйста, себе на бумажку, мои дорогие, вот как только вы запишите, поставьте мне, пожалуйста, какой циферки давно не было, двоечку в чат, запишите, пожалуйста, все эти слова, запишите себе, вот, что вы хотели бы услышать от этого человека, и ставим двоечку в чат, кто закончил, нас очень много человек здесь, мне кажется, да, в чате, но работает вот пять человечков, остальным неинтересно, мои дорогие, подключайтесь, ты красивая, счастливая женщина, замечательно, ты любимая, ты моя любимая, да, может быть, может быть, ну, не знаю, пишите, пишите, что вам нужно услышать для того, чтобы вот вас окрылила эта фраза, что вы хотите услышать, пишите себе, это замечательно, Оля, дорогая, Оля, моя дорогая, если наворачиваются слезы, конечно, это не то, что вы не принимаете, это у вас нарушен контакт с самой собой, Олечка, да, Оля, да, 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 нарушен контакт с самой собой, все упражнения эти делать обязательно, ты жутко привлекательная, да, ты шикарная, да, ты, Люда, почему вы шикарная, привлекательная, самая обаятельная, самая привлекательная, Олечка, если такой момент, значит, да, нарушен контакт с самой собой. Вот Надя пишет. Следите за слайдом. Запишите эти слова, повторяйте эти слова по многу-многу раз в день, как мантра для себя самой, для себя любимой. Оля, Олечка, которая написала вот фразу выше. Поставьте, пожалуйста, мне плюсик, если вы меня поняли, о чем я говорю. Лучше вам особенно делать это упражнение перед зеркалом. Глядя себе в глаза. Нарушен контакт с самой собой. От этого происходят все проблемы, поверьте мне. От этого у нас проблемы в отношениях, у нас от этого проблемы с детьми, проблемы с мужьями, проблемы с мужчинами. Даже если на сегодняшний момент у вас нет мужчины, пусть его сейчас не будет. Наладьте контакт с самой собой. И тогда, тогда у вас все наладится в жизни. Понимаете? Идем вперед. Поздравляю вас, мои дорогие. Сейчас вы сделали первый шаг на любви к тебе. Поставьте, пожалуйста, к любви к тебе, да, на пути к любви к тебе. Извините, я чуть-чуть отвлекаюсь. Восьмерочки поставьте, пожалуйста, если вам понравилось это упражнение, если вам оно было хоть чуть-чуть полезным, если хоть как-то, хоть как-то вы что-то для себя новое открыли, мои дорогие. И обещайте мне, что вы будете делать это ежедневно. Ежедневно. Мы почему-то боимся, мы стесняемся сказать себе самой, что я тебя люблю. Мы готовы, Оля, конечно, мы готовы говорить, я тебя люблю какому-то мужику, извините за выражение, очень часто, это если не наш муж. Мы готовы говорить, я тебя люблю направо и налево, понимаете? Мы готовы щедро одаривать окружающих, да, иногда они очень даже этого, даже недостойны. Людей, которые очень часто этого недостойны. Конечно, Надечка, конечно, ты профессиональная, ты опытная, ты востребованная, конечно. Без тебя мир рухнет, Надя. Без тебя рухнет мир. Я не знаю, если вы бухгалтер, без тебя вообще не обойдется ни одна фирма, потому что вы владеете такими, такими секретами по управлению, понимаете? Безусловно. Значит, обещайте делать менеджер по персоналу. Боже, да вы, вы же можете вообще вот любой фирме, вы любой фирме сделаете такие вообще результаты, понимаете? Вы же специалист, вы классный специалист, тебе это все нужно говорить. Я вам, вот вы сейчас поставили восьмерочки, да, в чат, это минимум 8 раз в день, а то 3 раза по 8, а то и 5 раз по 8. От этого зависит успех и вообще вся ваша жизнь. Хорошо, мои дорогие? Поздравляю вас с первым шагом, мы с вами идем дальше. А теперь поставьте, пожалуйста, плюсики тем, кто считает себя заботливым человеком. Все мы взрослые люди, скорее всего у нас есть дети, скорее всего у нас уже у всех есть семьи, у нас есть родители и так далее. Поставьте плюсики тем, кто считает себя заботливым человеком. Мурсалес, самое-самое-самое у меня, прям вообще самое первое, умничка, приз. Вот будем приставать за самую активность. Надя, Оля, все получите по призу, а те, кто спят, приз не получат. Так, заботливый человек, Аня, Аня тоже получит приз. Итак, идем дальше. Значит, заботливый ли вы человек? Почему? Почему мы заботимся о других? Потому что нам нравится заботиться о других, да, и еще потому, мои дорогие, потому что мы считаем, что забота равна любви. Согласитесь, да? Мы заботимся, этим самым мы выражаем любовь. А вот теперь у меня к вам задание номер 2. Пишем себе упражнение номер 2. Упражнение номер 2. Напишите себе 20 способов вашей заботы о себе. Как вы заботитесь о себе? Нурсалес, самое первое. Жду от вас ответ. Хотя бы первое напишите мне. Как вы заботитесь о себе? Кто-то хочет пойти в сауну и, наконец, уделить себе время любимой. Надя, вот это время вам для вас дано. Отдохните. О чем вы мечтали? Выгуливаю себя замечательно. Молодец, Аня, салон красоты. 20. Теперь 20 способов. Значит, кто написал мне по одному домашнее задание, дописать еще 19 способов заботы о себе. Договорились? Дописать. И каждый день. Молодец, Надя. Ванна, стрежка, прогулка. Да. И каждый день делать по одному пункту из этого списка. Прогулки на природе. Правильно, Нурсалес. Но надо делать вот раз в день, обязательно надо что-то делать из этого списка. Поставьте десяточки, те, кто обещает это делать, и те, кто понял, о чем я говорю, и те, кто точно будет делать. Замечательно. Потому что люди, у меня когда-то был такой тренинг, и мы писали массаж, сауна, картины. Замечательно. Марина, замечательно. Спасибо, что вы подключились. Смотрите, у меня был тренинг, раньше на тренинге я давала этот момент, сейчас я его уже просто не даю, мы уже как бы идем другими шагами семимильными. И это я обычно даю, следует делать, да, медитации, да. И люди обычно останавливались на одной-двух, обычно на одном-двум пункте, да. И на втором уже, ну, на пяти максимум. И на пяти уже обычно говорят, я больше уже не знаю, что может быть. Потому что мы до такой степени затюканы, понимаете, мы до такой степени сконцентрированы на чем угодно. Конечно, Оксана, конечно, пункты разные, да. Потом кто-то хочет пойти на дискотеку, кто-то в лес, кто-то в сауну, кто-то шоппинг сделать, да. Кто-то к парикмахеру, кто-то просто с книгой почитать, просто полежать, может быть, наконец, прочитать любимую книгу, которую он давно хотел. У меня, например, вот такой вот список, Люда, танцы, ууу, супер. Танцы, да, я тоже любила оторваться. Теперь уже как-то что-то не доходит. Например, у меня пианино, например, пианофорте, да. Пианофорте, говорят итальянцы пианофорте, представляете? То есть вот русские говорят форте пиано, а у итальянцев наоборот, пианофорте, да. Я, например, тоже вот очень люблю, ну, редко получается, но, да, маникюр, педикюр, замечательно, замечательно. Вы мне, значит, сегодня клятвенно обещали то, что вы обязательно будете, во-первых, напишите себе список из 20 пунктов, а во-вторых, будете обязательно ежедневно, что делать? Говорить себе замечательные слова, да, которые вы записали как мантру, и плюс ежедневно делать из вашего списка, из 20 способов вашей заботы о себе, делать по одному пункту в день. Договорились? Поставьте мне, пожалуйста, четверочки, с кем мы договорились. Супер, молодцы, умнички, умнички, вы у меня такие активные, вообще умнички. Еще, у вас сейчас есть бумага, вот перед вами, спасибо, Марина Чумакова, тоже подошла, спасибо большое. Насчитал 28, замечательно, замечательно. Оля, а что вы делаете с 28, и как часто вы это делаете, Олечка? Ну, вам вот особое задание, значит, слова перед зеркалом. Да, обязательно, Ирина, спасибо, Ирина, мне нравится, как говорит сын моей подруги. Шикардос, да, замечательно. Да, то есть тебя необходимо поддерживать, мои дорогие, вы поняли вообще вот суть, вот того, о чем мы говорили выше, да, то есть тебя необходимо поддерживать, тебя необходимо не ругать ни в коем случае, как мы, как у нас это было принято с детства делать, как мы себя все время без конца, без конца ругали, ты такая, ты такая, и что-то не получается, мы сразу начинаем себя ругать, нет, необходимо дать себе время передохнуть, поддержать, похвалить, поблагодарить себя за все, что с тобой происходит, сказать, ты умничка у меня, ты у меня золотая. Вот сейчас еще вам один маленький от меня, ну, так сказать, не знаю, совет. Значит, возьмите, пожалуйста, ту бумагу и ручку, что лежит перед вами, возьмите вот такими буквами, тебе напишите следующие фразы. Огромными буквами. Я люблю тебя. И вот эти четыре фразы добавляйте тоже, как врач говорит, 10 раз в день, сразу перед сном, после сна, да, и в течение дня, по 10 раз в день перед зеркалом. Договорились? Ты совершенно, потому что каждый человек, сейчас у меня почему-то 79, после замечательное что? Ты замечательна, ты совершенно, я люблю тебя, я люблю тебя. Молодец, Нурселья, дневник благодарности, замечательный дневник благодарности не все ведут, потому что так или иначе мы очень часто забываем про него. Но вот эти фразы обязательно просто необходимы. Оля, ежедневно, начиная с медитации, массаж 2 раза в день, спорт, правильное питание, танцы, чтение, вебинар, правильно. Обязательно. Вот, умничка, умничка, умничка. И обязательно перед зеркалом эти фразы, мои дорогие. Хорошо? Итак, а мы с вами идем вперед. Значит, вот что хотел сказать. 79 человечков у меня сейчас в чате, и я хочу вам вот что, мои дорогие, сказать, что каждый из вас здесь сидящих, это целая вселенная, что вы совершенны, поверьте мне, вы идеальны, каждый человек сам по себе. Мы все идеальны, другого такого человека на земле нет. Поэтому снимаем все претензии с себя. Только благодарность, только любовь к себе, только бесконечная благодарность, любовь и уважение к себе. Только так, потому что помните, вы совершенны, мои дорогие. Ничего не нужно вас менять, доделывать. Тут плохой я, тут я не умею, тут я никакая, а тут я вот такая. Нет, вы замечательны. Если вы не умеете готовить, значит, вы умеете делать что-то другое. Намного лучше какого-нибудь повара, понимаете? Если вы не умеете еще что-то делать, то значит, что-то другое точно вы делаете замечательно и лучше всех на земле. И вы уникальны, вы уникальны. Помните об этом. А мы с вами идем вперед. Так вот, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего мастер-класса, как же снова стать любимым и навсегда избавиться от одиночества. Я думаю, что по сравнению с началом нашего мастер-класса, но сейчас уже у вас имеется ответ на этот вопрос, да, мои дорогие? Потому что единственный путь – это наладить отношения с самим собой, с самой собой. Это единственный путь, с которого начинается все. Когда я готовилась к выступлению в этом фестивале «Весна, пора цветения», когда Надин, Надеждочка, меня пригласила выступать, я за что ей очень сильно благодарна, она мне сказала, у нас тема в основном эзотерическая, то есть у нас собирается народ, любитель эзотерики, ну как бы такой более глубокий народ. Вот, я понимаю, поверьте мне, я училась очень много, прошла очень много разных курсов, я изучала и до сих пор изучаю техники шаманов, я изучила и работаю по технике, методика работы с подсознанием человека, то есть со своим подсознанием. Я прошла курсы на УПИ, я мастер на УПИ и так далее. Но поверьте мне, дорогие мои, еще биотрансэнергетика, вот, и, в общем, много-много-много всего, чего я прошла. Поверьте мне, мои дорогие, что сегодня, на сегодняшний день много разных путей, но фактически все они ведут и говорят к одному. О, главное, начинать надо все с себя, начинается все с себя, с самого себя. Да, техника шаманов то же самое, все начинается с самого себя. Дать любовь себе, дать все, что хочется, когда будет внутренняя наполненность. Конечно, конечно, когда у вас будет внутренняя наполненность, тогда уже вы притянете мужчину, которого вы заслуживаете, какого вы хотите, понимаете? Очень часто, к сожалению, ко мне приходят женщины в тренинг и говорят, он меня не любит. Начинаем разбирать, он ей совершенно не подходит, совершенно, вообще, ну, совершенно ненужный человек, на которого она просто тратит время и еще от этого страдает. Я говорю, вместо того, чтобы направить твою энергию на созидание, прежде всего тебя самой, и потом все, что связано, все, что важно для тебя, ты тратишь эту энергию, время, драгоценное время, потому что жизнь мимолетна, драгоценное время ты тратишь на кого-то другого. Абсолютно это делать не нужно. Вот, поэтому все начинается с себя. Повторяю слайд для осознания вашей, мои дорогие, внутренней ценности, потому что когда мы нервничаем, когда мы чувствуем напряжение, когда мы недовольны, чувствуем, что земля уходит из-под ног, недовольны собой, все идет не так, начинаем плакать, нервничать, обвинять всех вокруг, начиная с себя самого, значит, мы ушли от себя, мы ушли от себя. Как? Сегодня я хочу предложить вам мой тренинг, который я назвала «Искусство жить». Значит, это тренинг, который я создала, это, ну, как сказать, дорабатывала, создавала, это то, что прошла сама я, это то, что изменило меня, это то, с чем я лично прошла, со мной произошла моя личная трансформация, помните, о которой я говорила вам в начале нашей встречи. Из неуверенной в себе, из нервной, вечно вообще страдалицы, я плакала, все время нервничала, обвиняла всех вокруг, всех вокруг в том, что я несчастлива. Я не могла быть абсолютно счастливой, хотя, казалось бы, для того были все условия. Я все время, не знаю, все время что-то искала, все время была всем недовольна, кричала, кричала на окружающих, вот такой момент еще. Может ли несчастная мать сделать своих детей счастливыми? То же самое, тот же самый ответ, как и про мужчину мы с вами говорили, что даже и несчастная мать никогда не сделает счастливыми детей, понимаете, потому что все, безусловно, от нас. Потом я вам еще на один вопрос отвечу, про эгоизм, кстати, вот очень часто мне задают этот вопрос. Значит, тренинг, на который я вас приглашаю, состоит из пяти модулей. Мы с вами будем работать в течение 14 занятий, я лично вас проведу за руку, мы будем с вами встречаться по времени, сколько это необходимо для того, чтобы я помогу лично вам разобраться во всех тех камнях подводных, которые мешают сегодня вам наслаждаться вашей жизнью, радоваться жизнью, да. И, например, модуль первый, это начни с себя, то есть мы разберем полностью вообще, почему, вот где вы сейчас находитесь, почему с вами это происходит. Мы с вами разберем механизм принятия ваших решений, найдем момент, откуда, почему и как вы именно принимаете решение так, откуда вообще это все пришло. То есть это такие техники, которые позволяют переосмыслить вообще, ну почему, чем вы недовольны в жизни, да, и как это можно исправить, почему с вами это происходит и как это можно исправить. В результате этого блока мы с вами раскроем причины всех ваших неудач и сомнений в себе. Вы заложите фундамент внутренних установок на успех, на то, что вам нужно. Вы поймете, что вас не устраивает в вашей жизни, вы научитесь принимать правильные, нужные решения для вас, мои дорогие. Начнете влиять на ваше общее состояние и настроение. То есть поймете, что счастливым быть легко. Вообще тренинг огромный, огромный, очень много всего мы будем копаться в себе, и вы увидите, насколько счастливым быть легко. Вы начнете получать радость и счастье от каждого дня. Во втором модуле мы конкретно разберем, кто я. Мы разберем, почему мы ходим по кругу или день сурка, знаменитый день сурка. Поймем с вами вообще, откуда берутся страхи, разберем, почему они нужны, как они нам помогают в нашей жизни и вообще, что делать с этими страхами. Разберем с вами все понятия, хорошо, плохо, правильно, неправильно, откуда берутся и что с ними делать. И вы научитесь управлять собой, вашими мыслями и чувствами. Перестанете себя ругать, повысите вашу внутреннюю уверенность в себе, научитесь получать пользу от страхов, научитесь управлять вашими мыслями, эмоциями. Ведь очень часто мы страдаем именно от того, что не умеем управлять нашими эмоциями. Понимаете? Очень часто приходят ко мне люди на тренинг, которые, ну действительно, то есть и даже в личном коучинге, мы страдаем от того, что мы не управляем, не умеем управлять эмоциями. Очень важно для того, чтобы жить нормальной, гармоничной, счастливой, радостной жизнью, научиться управлять эмоциями. В третьем модуле мы с вами рассмотрим механизмы прощения. Потому что без прощения, то есть, знаете, очень много разных практик, очень разных практик, очень много. Я сталкиваюсь постоянно, причем все об этом говорят, все говорят, но на самом деле, я это вижу очень часто по моим клиентам, которые приходят в личный коучинг. Да, 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 я простил всех и все, да, нет, я никому не общаюсь, но с этим я не общаюсь, с этой я не общаюсь. А зачем? Нет, зачем? Нет, я ее простил, да, но, понимаете, то есть это же такой механизм, который фактически, с которым мы должны работать фактически ежедневно, понимаете, ежедневно. То есть это такая техника определенная, которую я вас научу. В результате вот этого тренинга вообще ваша жизнь изменится вот так полностью. И действительно, ну, вы сами увидите, насколько вы сами преобразитесь и насколько вы начнете получать удовольствие от жизни. И вокруг вас изменится тоже все. Вот. Разберем подводные камни, мешающие жить, гордыня, эгоизм, и поймем, чем они отличаются от гордости и заботы о себе. В четвертом модуле мы с вами сделаем такой очень интересный момент. Я настоящая. Это вообще такой вот лично мной доработанный момент. Мы будем разбираться, какая вы на самом деле. Вот Люда, мне кажется, писала, да, тут говорила, я не хочу больше быть скромной. Да, почему, Люда, почему вы должны быть скромной? Вот откуда это взялось? Какая вы на самом деле? Какой вы хотите быть? Вот именно об этом, потому что действительно, мы очень часто все, вообще все в мире носим маски. Мы зависим от общества именно по той же причине, по которой мы с вами разбирали выше. Мы зависим от общества, потому что мы боимся, что принимать нас не будут. Если мы будем другими, если мы будем сами собой, то общество нас не примет, то от нас отвернутся. А такие люди, которые зависят от других, они чаще всего и живут по принципу. Если сегодня со мной поговорили хорошо, если сегодня мне сделали комплимент, если сегодня меня поблагодарили или сказали, какая ты молодец, то день прожит не зря. А если сегодня вдруг, почему-то, вспомните наш, когда я приводила пример, мама вернулась с работы, а если вдруг почему-то мне грубо ответили, или на меня не обратили внимания, или не сделали мне комплимента, или мне не позвонил мужчина, то мир рушится, день прожит зря. И поэтому мы очень часто становимся тем, кем нас хотят видеть в жизни. Мы становимся другими, мы становимся такими, ой, ты меня хочешь видеть кроткой, нежной, да, я такая, только полюби меня. На самом деле вулкан во мне, но я заткну этот вулкан, понимаете? Я заткну этот вулкан, потому что тебе нравятся кроткие женщины. Понимаете, я стану кроткой, ты только полюби меня. А он в тихаря бегает к вулкану, понимаете? потому что ему как раз вулкана, может быть, не хватает, вот, поэтому мы будем разбираться именно над тем, какая вы на самом деле являетесь, и мужчины тоже, если у нас есть мужчины, мужчины тоже страдают от этого, у меня очень много мужчин тоже в личном коучинге, почему-то и мужчины ко мне идут работать, они видят во мне рубаху парня и тоже приходят, вот, мужчины тоже от этого очень много страдают, поверьте мне, вот, поэтому мы выработаем с вами ваш настоящий образ, такой, какой вы хотите быть, вот, это очень интересно, поверьте мне, очень интересно, я сама тоже над этим очень много работала, и даже то, что сейчас я стала выходить, например, в онлайн, для меня это был огромный-огромный вообще выход из зоны комфорта, то есть я никак не могла смириться вот с моим образом, который я вижу, себя, да, образ себя, который я вижу, вот, например, на видео, я с этим не могла смириться, и для меня стоило огромных усилий для того, чтобы вот переработать и это, представьте себе, ну, это, это тоже, в общем, какое-то достижение личное, вот, для кого что, да, вот, в результате этого блока вы освободитесь от ограничивающих убеждений о себе самой, вы с уважением примите свой образ и стиль, потому что очень часто ведь женщины не могут принять свой образ и стиль, почему женщины не любят останавливаться у зеркала, особенно после определенного возраста, потому что женщина не может принять себя очень часто, все мы, к сожалению, стареем, но это закон жизни, это закон жизни, ко мне приходят женщины в личный коучинг, которые не могут смириться со своим образом стареющей себя, но, когда я говорю вопрос, а что, задаю вопрос, а что бы вы предпочли, умереть молодой, и тогда друзья, близкие запомнят вас молодой, такой, какой вы были, молодой и красивой, или все-таки увидеть, Надя молодец, или все-таки увидеть ваших внуков и правнуков, если вы хотите увидеть ваших внуков и правнуков и наслаждаться этой жизнью, то это нормальный, нормальный жизненный закон, что мы стареем, поэтому себя нужно принимать и это нужно принимать, вот если, конечно, вы не хотите умереть молодой. Поэтому, в общем, все это, безусловно, это все внутренние наши какие-то моменты, какие-то пункты, которые, по большому счету, мешают нам наслаждаться жизнью, мешают нам радоваться жизни, мешают нам быть самой собой, мешают нам кайфовать, мешают нам получать удовольствие от каждой минуты, которую мы проживаем здесь, на этой планете. Поэтому, совсем этим необходимо, безусловно, настоящая женщина красива в любом возрасте, но не все женщины, это говорят, это многие, ууу, да, ууу, да, 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 я это знаю, да, это действительно так, но не все это делают, не все в этом уверены и не все принимают себя, поэтому, безусловно, и с этим нужно будет работать. В пятом модуле, который я назвала, это последний модуль, порт прибытия, вот тут мы с вами разберем, что такое мечта, какую роль она играет в жизни человека, у нас здесь очень интересное открытие будет у нас с вами на модное слово успех, это тоже у меня обычно все уходят, ого, все говорят, надо же, меня это вообще поразило, это вообще такое открытие, вот, определим, куда вы хотите попасть, для чего вам нужно, нужно ли вам действительно туда и что необходимо делать для того, чтобы попасть туда, куда вы хотите. Напишем сценарий вашей новой жизни, как к тому прийти. Вы научитесь жить без самосаботажа, создадите себе ясную картину вашей будущей жизни, которая будет наполнять вас энергией, вдохновлять вас. Вы начнете, Люда, вы приедете в Рим, вот если это ваша мечта, значит, вы приедете в Рим, где я вас встречу. Вы будете, значит, начнете жить в радости, понимаете, получая радость и наслаждение от каждой прожитой минуты. У вас появится легкое отношение ко всему. Знаете, очень часто, вот люди, вот это то, что я поняла, да, сама я точно такой же была, но вот в результате вот многолетней работы с людьми, я вижу, очень часто люди относятся ко всему очень-очень серьезно. То есть строят проблемы, например, там, где их еще нет. Вот очень часто мне, например, клиенты говорят, ну, а если вдруг случится вот это и это, я вот как вот, как тогда, я думаю, как я буду, я говорю, подождите, но ведь это еще не случилось, нет, не случилось, ну, я говорю, еще неизвестно, случится ли вообще это, почему вы, ну, допустим, уже строите себе проблемы на то, что еще вообще, еще даже не произошло в жизни и может даже не произойти. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вообще мы к жизни относимся очень часто, очень серьезно. Это тоже в своей степени мешает нам радоваться жизни и получать удовольствие. Значит, вы обретете легкое отношение ко всему, и вы построите фундамент вашей новой жизни, в которой вы идете, пойдете прямо и быстренько, и цели направлено, легко и просто. Значит, в результате прохождения всей нашей программы, вы, мои дорогие, научитесь видеть, понимать, любить, ценить себя, вы научитесь не зависеть от чужого мнения, вы научитесь любить и заботиться о себе, ставить маленькие ежедневные цели, потому что именно цели, вот сколько бы нам лет не было, именно цели держат нас в этой с вами жизни. В результате прохождения программы вы научитесь управлять вашим эмоциональным состоянием, принимать каждый свой выбор, не ругать себя за ошибки, создавать честные, доверительные отношения с собой и с окружающими. В результате прохождения программы вы научитесь говорить да и нет, вы научитесь разбираться с вашими подводными камнями детскими воспоминаниями. С детскими воспоминаниями вообще я уделяю огромное время, там у нас выделено прям определенный блок на детские воспоминания, мы будем учиться работать с детскими воспоминаниями, потому что на сегодняшний момент, вот кто из вас, если имеет какую-то малюсенькую проблему, которая вам сейчас придет в голову, все корни этих проблем имеются, вот корнями уходят в детские воспоминания. Поверьте мне, это по психологии, и это вообще все психологи об этом говорят, вот я училась по Адлеру, Адульф Адлер, и вообще это целая теория, на этом построена вот целая его теория, его психологии, понимаете, все, что с нами происходит, это все, что заложено в ребенке до 8 лет, поэтому у кого дети, у кого внуки, будьте осторожны, для того, чтобы правильно вырастить наших детей и наших внуков, безусловно, необходимо прежде всего разобраться с самим собой, потому что помните, да, знаменитую поговорку, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, безусловно, это так. Итак, мы научимся с вами управлять вашими мыслями и чувствами, а значит, мы научимся с вами управлять вашей жизнью. Вы перестанете расстраиваться по каждому поводу, вы наладите отношения с окружающими, наладите атмосферу любви и взаимодействия, вы перестанете раз и навсегда ругаться, кричать, найдете ответы на взрослые проблемы и детских воспоминаний, решите ваши проблемы во всех сферах вашей жизни, станете более креативным и продуктивным. Вы поймете, что счастье, мои дорогие, в ваших руках зависит только от вас, и вы научитесь быть счастливыми, и вы будете всегда любимы, потому что самое главное вы поняли сегодня, да, самое главное вы поняли. Итак, я приглашаю вас на тренинг «Искусство жизни». Тренинг я сделала вам два пакета. Ученик волшебника – это у вас 14 занятий в группе и запись тренинга. Мы будем заниматься, это отнюдь абсолютно не говорит о том, что вы будете какой-то там изгой там или что-то, или чего-то недополучите. Стоимость этого тренинга – 5000 рублей. Пакет «Волшебник». Он тоже самое, 14 занятий в группе. Вы получите запись тренинга, у вас будет рабочая тетрадь. Вы получите аудиокурс «Радостная жизнь» в 24 часа. Мой аудиокурс, который замечательный, изумительный, который вы можете слушать, возвращаться, когда хотите. Поскольку хотите раз, стоимость которого – 2000 рублей. Вы получите запись видеомарафона из 10 уроков «Жизнь на полную катушку». Это замечательные 10 видеоуроков, которые помогут вам наслаждаться жизнью, в которых мы заложили секреты. Вот проект «Киев» заложил самые такие секретные фишки того, как радоваться жизни и наслаждаться. Вы получите мой PDF «Как повысить уверенность в себе». Это суперинтересная такая книжоночка, небольшая, очень интересная, с картинками, но она настолько изменит ваше представление о себе и настолько повысит вашу уверенность в себе, что вы просто удивитесь. Вы получите аудиокурс «Личная территория». Это такой момент, о котором мы никогда не задумывались, потому что все мы выходцы из Советского Союза. Помните фильм «Я родом из СССР»? Что-то такое, да, был фильм. И никто и никогда нас не учил тому, что такому понятию, как «Личная территория». На самом деле понятие «Личная территория» вот в вопросе, как полюбить себя, как жить, радоваться жизнью, как наслаждаться этой жизнью, как вообще жить в гармонии с собой, момент «Личная территория» просто необходим. «Личная территория» как ваша должна быть, уважаемая вам самим и уважаемая другими тех, кто вас окружает, точно так же и вы должны уважать личную территорию тех людей, которые вам дороги, близки и которые вас окружают. Вот об этом почти никто никогда нам не говорил. У нас запросто, у нас было просто запросто, когда мы вклиниваемся в жизни детей, когда наши родители вклинивались в жизни нас, да, когда нам говорили «Фу, что ты с этим встречаешься? Там, позвони этому» или «Не звони этому, на черт он тебе нужен» или «Ну чё, как там у тебя с ним? Чё было?» Понимаете? То есть все эти моменты, безусловно, нарушают нашу личную территорию, нарушают наше личное пространство, безусловно, не могут не влиять пагубно на формирование нашей личности, на формирование моего, как сказать, моей гармонии в душе. Понимаете? Потому что личная территория – это необходимо. Вот я создала такой аудиокурс, который называется «Личная территория». В нем тоже несколько уроков таких, которые подробно рассказывают вот об этом. Да, да, жизнь личная, не общественная. У нас все принято выносить на «У». Все белье, так сказать, было принято, да, стирать в обществе. Да, все бабушки у подъезда, которые сейчас все знают, к этой ходят. Тут мужик, а та, а эта, а там от одиночка, а тут родители алкаши, мало ли что у них там. Какое ваше дело? Вот в Европе в этом смысле намного проще. Здесь вообще никто никуда не лезет. Здесь другая крайность. Здесь вообще, здесь будут убивать, никто никогда не лезет, потому что это не принято. Здесь мама никогда не знает, какая зарплата там у сына, или брат не знает, какая зарплата у сестры. Здесь для того, чтобы попасть в гости там, вот у моего мужа, например, сестры, надо за неделю записаться. Я говорю, ну что это за отношения вообще такие? Ну вот в Европе совсем по-другому, что я в принципе тоже не поддерживаю. Должна быть какая-то середина, безусловно, как ваше. И получит мою личную консультацию, тот, кто придет на этот пакет, получит мою личную консультацию, тоже бесплатно, которая вообще-то стоит 3000 рублей. Люда, да, да, Люда, я замужем, 17 лет я уже замужем. Мы 17 лет с мужем вот в этом году отметили 17 лет жизни. Представьте себе, у меня дочь, дочери 9 лет, вот сейчас будет в мае 10 лет, у нас с ним дочь. И что, хотела еще что-то сказать? 17 лет, в общем, да, было всякое, безусловно, да, дочь я родила в 38 лет, это вторая дочь у меня с первой дочерью, разница в 20 лет. Представляете, через 20 лет я отважилась на второй раз. И когда я приходила к врачу, врач спрашивал, это первые роды? Я говорила, нет, это вторые роды, но это уже 20 лет спустя. Тогда это первые роды, в общем, как бы так, да. Вот, ну, это, в общем, как бы не имеет отношения, да, к нашему мастер-классу. Ну, вот, тем не менее, вот, да, у меня дочь, значит, 9 лет, вот еще маленькая, и 17 лет. Да, сейчас я вижу тоже в России, тоже это, в принципе, нормально. У нас и... У меня подруги в 45, и в 46, и в 47 даже лет вот одна там родила, да, поэтому это нормально. Но тогда мне это казался вообще подвиг разведчика в мирное время. Вот, возвращаемся к пакету волшебник. Пакет волшебник, который, значит, не только 14 занятий, но и куча-куча-куча-куча всех бонусов, значит, пакет волшебник стоит 10 тысяч рублей. Еще сегодня я хочу вам предложить, Надин, может быть, вот тут кидает, да, уже скинула ссылочку вам на личную консультацию. Всех, кто не готов еще пойти в тренинг, я приглашаю к себе на личную консультацию, где мы разберем вашу, любую вашу проблему на сегодня. Любое, все, что вас сегодня тревожит, беспокоит, прежде всего мы определим с вами пункт А, где вы сейчас находитесь, да, затем выявим, куда и за какое время вы хотите прийти, пункт Б, и наметим основные действия в этом направлении. Это час, это может быть полтора часа, да, то, что будет необходимо. Значит, очень часто, потому что люди обычно приходят и говорят, да, я все знаю, да, 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 и очень часто, знаете, я что поняла, что, к сожалению, очень часто человек сам не понимает, чего он хочет, да, и для чего ему это нужно. То есть очень часто мы сами даже для себя не можем сформулировать, мы понимаем, мне плохо, там нет денег, там или еще что-то, да, а чего, как, для чего, то есть именно поэтому и необходима услуга коуча, понимаете, то есть я сама, у меня у самой есть коуч, с которой я общаюсь там и так далее, я продолжаю учиться до сих пор, не глядя ни на что. Я объясню вам почему, потому что, когда мы, когда мы с вами вот находимся в каком-то закрытом пространстве, все время вращаемся в нем, есть вещи, которые мы перестаем видеть, перестаем понимать, то есть нет новизны, понимаете, для нас как бы это нормально. Поставьте, пожалуйста, мои дорогие пятерочки, что-то я вас давно не слышала, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, если вы еще здесь или вы уже ушли у меня, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, слышите ли вы меня? Обычно, когда начинаешь рассказывать про пакеты, народ тихо уходит по-английски. Нет, вижу, вы еще здесь, мои дорогие. Да, да, Надя правильно говорит, замыливается глазик, да, спасибо, Марина, спасибо, Оля, да, спасибо, Нурсале, большое спасибо, Анечка, спасибо, вы еще здесь, да. Значит, замыливается глазик, да, поэтому человек как бы вертится, вертится, вертится и говорит, ну что ж такое, ну что ж такое, ну что же происходит, я вроде бы вот я и это делаю, и это, и это, и это, и это дело. Почему же, почему не меняется ничего, понимаете, потому что очень часто со стороны виднее вдруг приходит новый человек, и он говорит так, а вот тут, а вот тут, а вот тут, понимаете. Почему я обычно вообще очень часто советую людям иногда выезжать? Кто из вас замечал, кто из вас замечал, сейчас поставьте мне плюсики, Например, такую вещь, что когда вы, например, уезжаете куда-то в отпуск, пусть даже не на месяц, пусть даже на неделю, пусть даже на три дня, вы вырываетесь из вот вашего привычного пространства, из вашей атмосферы, да, вы куда-то уезжаете в другое место, и вдруг вот вся ваша жизнь, все ваши вот эти вот движения, все ваши какие-то отношения, все ваши какие-то проблемы, вдруг вы вообще на них смотрите совсем по-другому, да, как бы со стороны. Почему я всегда советую обязательно всем делать какие-то паузы, выезжать, оставлять дом, менять ситуацию, да, да, именно поэтому, да, чтобы именно не замыливался глазик, чтобы посмотреть со стороны, вот для этого нужен и коуч. Поэтому Надин там скинула, скинь, пожалуйста, еще раз, этот самый, ссылку на личную консультацию, да, вот эта консультация, вообще-то у меня стоит там 3000, 3500, в зависимости там от времени, в зависимости от аудитории и так далее. На сегодня я всем, кто сегодня у нас с вами, значит, всем, кто присутствует здесь сегодня, я предлагаю мою консультацию за 2500 рублей, вот, вы, пожалуйста, да, если у кого-то, если что-то актуально, я буду рада вам помочь. Вот мы поговорим с вами, вы там потом, вы выберете для себя самое важное, что вам необходимо, вы посмотрите на вашу, увидите вашу проблему со стороны, и, безусловно, у вас будет шанс все изменить. Итак, сегодня вот я вам тут предлагаю, значит, пакет ученик-волшебника, это просто 14 занятий, запись, тренинг А, да, пакет волшебник, значит, вот с кучей, 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 кучей важных, очень ценных, очень нужных, необходимых для каждого человека, для его личной трансформации, бонусов, которые вообще вот сделаны мной, действительно так, как то, на том, что я сама прошла, то, что я считаю очень необходимым и нужным. И моя личная консультация за 2500 рублей, я буду рада вам помочь. Мои дорогие, вот, ну и всем, кто сегодня был, я вижу, не знаю, 16 человек, не знаю, может я ошибаюсь, в чате участвовали несколько человечков, но всем, кто сегодня был, я всем дарю подарок, мои дорогие. Подарок я вам скину, Надин вам скинет, сейчас Надя отвечу, да, значит, всех вас ждет подарок, Надя скинет вам, сейчас у меня нет этой ссылочки, извините, значит, все через Надю, в общем, держите связь, я скину вам подарок 5 секретов, которые спасут любые отношения за 5 минут, это такой небольшой PDF-отчет, который спасут отношения, но в принципе, это такая скорая помощь на тот момент, где вам нужно спасти отношения, но вообще-то налаживать отношения, безусловно, это искусство, которому тоже нужно учиться и не стоит, я думаю, что вам нет смысла говорить о том, что, безусловно, все начинается с себя. Еще, да, вот вопросы все Надин скинула, Надежда Богданова все скинула, еще вас ждет тоже еще один подарок, тоже в скайпик, Надя, добавляйтесь, вас ждет еще один подарок, моя книга, «Как жить в радости», значит, секретная технология обретения счастья, да, или «Жить в радости» от Сауле Висконти. Значит, Надя, отвечаю, вопрос Надежды, а Рим по энергетике, какой город, тяжелый, уютный или как? Так, Надя, я, знаете, в последнее время склонна думать вот о чем, энергетику делают люди, энергетику делаем мы, в какой энергетике живете вы, то и будет вас окружать, я не знаю, это моя точка зрения на этот вопрос, понимаете, поэтому для меня, вот 17 лет назад для меня все было тяжело и плохо и больно, энергетика была ужасная, тяжелая, люди были плохими и так далее. Я прошла путь трансформации и вот сегодня через 17 лет с момента, когда я приехала, я, где я нахожусь, у меня везде энергетика замечательная. Почему я вам говорю про эту программу, которая называется «Искусство жить», потому что, помните, я вам говорила в самом начале нашей встречи, что задачи, задачи, нам жизнь дает ежедневные задачи, задачки, я их не называю даже проблемами, называю задачками. Задачки жизнь, безусловно, дает ежедневно, но я научилась к ним относиться так, как необходимо относиться, научилась их разрешать спокойно, допустим, с эмоциями, да, знаю, как регулировать мои эмоции, знаю, как регулировать мое состояние, знаю уже себя, потому что, ну, прошла этот путь, понимаете, и поэтому энергетику создаю я, понимаете, безусловно, безусловно нужно сказать и о том, что есть люди с тяжелой энергетикой, иногда ты приходишь и это чувствуешь, но все в наших руках, в наших руках менять энергетику вокруг себя, потому что мы меняем, меняясь сами, мы меняем все вокруг нас. Я думаю, вы это поняли, вы это со мной согласны сегодня, я думаю. Поставьте, пожалуйста, мои солнышки, вы были до сих пор такими активными, поставьте, пожалуйста, мои солнышки семерочки в чат, если вы поняли, о чем я говорю, поставьте, пожалуйста. Я так рада, что вы общаетесь, что вы сегодня, вообще такая была супер аудитория сегодня, я вам страшно благодарна за то, что вы сегодня действительно меня поддержали. Вы тоже солнышки мои, вы тоже мои умнички, солнышки. Вот, я приглашаю вас на тренинг искусства жить, мои дорогие, еще раз напоминаю, вот вам цены, если что, приходите на консультацию. Вот, я хочу закончить вот чем, у нас сегодня солнце, ну, Рим, Италия, солнечно, не знаю, как у вас, но почему-то, может быть, у кого-то еще пока лежит снег. Вот почему-то вот этот кадр я специально хотела дать вам сегодня закончить именно им, потому что если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение оставить все по-старому. Помните, в одном из слайдов моих был такой слайд смирения с Олей, мы тут еще говорили с Олей Литериной, да, про смирение. Если вы чем-то недовольны в вашей жизни, значит, надо менять. Не смиряйтесь, никогда не смиряйтесь, потому что, помните, вы пришли в этот мир для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы прожить каждый момент в вашей жизни в радости. Ни наличие мужчины или ни его отсутствие, ни его присутствие, ни наличие денег, ни наличие работы, ни наличие там еще чего-то должно влиять на состояние вашего счастья. Вы должны и можете быть счастливыми вообще вот далеки от этого всего. Как пример, люди любят спорить, но как пример я очень часто говорю о том, что посмотрите, сколько богатейших семей глубоко несчастных, посмотрите, сколько богатейших людей заканчивают жизнь самоубийцам, так и не раскрыв секрет счастья, понимаете, так и не поняв, где же это счастье порылось, где же оно. Ведь все было, и деньги, и женщины, и мужчины, и кокаин, и героин, и все, что хочешь, а счастья не было, понимаете. Поэтому очень часто мы зацикливаемся на том, что нет денег, нет счастья, нет работы, нет счастья, нет мужчины, нет счастья. Счастье есть, его не может не быть. Все внутри вас. Вы пришли в этот мир быть счастливыми и украсить с собой планету. Вы должны для этого осознавать вашу ценность и жить так, чтобы украсить с собой планету, мои дорогие. Вот это наша с вами цель. И никакого смирения быть не должно. Пока я с вами, я вам не дам смириться с этим. Поэтому проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, и мы с вами встретимся вот в ближайших с вами занятиях, тренингах, консультациях, где угодно. Пишите на Дин, она отправит вам ссылки на подарки. У меня куча подарков, поэтому, пожалуйста, пишите на Дин, мы вам все отправим подарки. Все, я вас благодарю. Если есть вопросы, пишите вопросы, если есть вопросы. Если вопросов нет, я вас благодарю за внимание. Мне было страшно приятно работать с вашей аудиторией, просто страшно. Я вам очень сильно благодарна. Вы были удивительно благодарны, действительно активной аудиторией. Я вас всех поздравляю с весной. Теперь уже будет солнце, будет весна, да, значит, есть смысл жить, есть смысл любить. Есть смысл шить сарафан и сица, есть смысл идти вперед, и у нас все с вами получится. Спасибо, мои дорогие, вы тоже роскошные, замечательные. Поэтому я желаю вам счастья. Вот, но помните, все начинается с себя, да. Все, я на этом заканчиваю. Спасибо, вы тоже красивые. Я на этом заканчиваю. Будьте счастливы. До скорых встреч. Пока-пока. Здравствуйте, любимые, с кем еще не встречались мы сегодня. Прекрасное выступление в Сауле Висконте. Давайте поблагодарим Сауле за столь полезную информацию. Можно было много что проработать, потому что я вот, например, думала, что я по этой теме знаю все, совершенно все. Но оказалось, над каждой фразой можно ее задать себе и долго-долго еще работать. Поэтому для кого это важно, кто осознал уже важность работы над собой, важность полюбить себя, и Вселенная и Мира ответят вам тем же, проходите, пожалуйста, по ссылочкам. Вот есть тренинг сегодня предложила нам Сауле, искусство жить. Есть пакет ученик и пакет волшебник, а также личная консультация. Выберите то, что для вас очень важно. Да, Олечка, мы тоже вас благодарим за то, что вы с нами. Сейчас у нас будет еще тоже интересное выступление. А сейчас пока есть возможность пройти по этим ссылочкам и сделать заказик. Вы выбираете для себя удобный вариант. Есть пакет ученик-волшебника в тренинге искусства жить, а также есть пакет волшебник. Голубую ссылочку кликаете, и там есть описание тренинга небольшое. Тренинг длится полтора месяца. В результате прохождения программы вы научитесь говорить да и нет. Разбираться с вашими подводными камнями, детскими воспоминаниями, управлять вашими мыслями и чувствами. А значит, вы станете управлять своей жизнью. Вы перестанете расстраиваться по каждому поводу. Вы наладите отношения с окружающими, атмосферу любви, взаимопонимания. А также навсегда перестанете ругаться и кричать. Правда заманчиво? Вы, наконец, найдете ответы на взрослые проблемы из детских воспоминаний. Решите ваши проблемы во всех сферах жизни, а также станете более продуктивными и креативными. Вы поймете, что ваше счастье в ваших руках и зависит только от вас. Пакет ученик-волшебника включает 14 занятий в группе, а также записи тренинга. И стоимость сегодня составляет всего 5000 рублей. Вы можете пройти по этой ссылочке и внизу там ввести свои контактные данные. Ими, имя, адрес электронной почты, e-mail, внимательно по буковкам, а также телефоны, skype. И дальше нажимаете кнопочку «Оформить заказ» зелененькую и попадаете на страничку, где вы сможете выбрать удобный для себя вариант оплаты. Также сегодня есть пакет «Волшебник». Это более продвинутый пакет. Там тоже есть описание на этой страничке. Тоже 14 занятий в группе на 4 недели. Запись тренинга. Аудиокурс «Вы получаете еще радостная жизнь» 24 часа. А также запись видеомарафона из 10 уроков «Жизнь на полную катушку». Также «Как повысить уверенность в себе». И также аудиокурс «Личная территория». Все очень важные, полезные продукты. Всего вы получаете в два раз дороже. Проходите по ссылочку «Кто готов уже себя оценить и вложить в себя, сделать самую выгодную инвестицию». Проходите по этой ссылочке «Искусство «Жизнь» пакет «Волшебник». А также вы можете сегодня воспользоваться личной консультацией с Ауле Висконте. Для этого кликните на голубую ссылочку. И вы тогда сможете разобрать любую вашу проблему на сегодня. То, что беспокоит, то, что тревожит. И прежде всего вы сможете определить, где вы находитесь. Пункт «А». А затем выявите, куда и за какое время надо прийти. Пункт «Б». И наметите основные действия в этом направлении. Час – это час, который изменит вашу жизнь. Сегодня стоимость консультации – 2500. Проходите по ссылочке, для кого это важно, кто понял и почувствовал, что Суле – их мастер. И может оказать помощь огромную в их развитии, в их пути. Там введите свои контактные данные внимательно, имя, адрес электронной почты очень внимательно, а также телефон и скайп. И кнопочку «Оформить заказ» зелененькую. Дальше выбираете вариант оплаты, удобный для вас. Если не найдете, ничего страшного, пишите мне в скайп на 1богданова. Мы с удовольствием. Смотрите, ссылочки сейчас на подарок нет. Пишите мне в скайп на 1богданова, добавляйтесь, и в личку я уже пришлю вам подарок. Хорошо, договорились, если мне Суле предоставлено. А сейчас у нас выступление следующего спикера. Это клинический психолог, перинатальный психолог, арт-терапевт, сертифицированный тренер НЛП, профессионально сертифицированный коуч, а также тренер по эрекционовскому гипнозу, бизнес-тренер, автор ряда тренинговых программ и публикаций в СМИ – Евгения Елисеева. И тему, которую мы сегодня разберем, это как успешно провести трудную беседу и не поддаться эмоциям. А также будет практика могущества. У каждого из нас бывают моменты, когда предстоящие важные встречи вызывают неприятные ощущения, страх, неуверенность, сомнения в ее результативности. Когда иногда сложно контролировать собственные эмоции в разговоре с некоторыми людьми. Но будущая встреча очень важна и неизбежна. Что делать? Вы можете создать вокруг себя пространство могущества, в котором вы легко будете контролировать свое эмоциональное состояние, сможете выстроить наиболее продуктивную линию поведения и привести беседу к желаемому результату. С помощью практики пространства могущества создается состояние, необходимое для конкретной ситуации или конкретного собеседника. На практикуме вы узнаете, как устранить страх, неуверенность, сомнения в общении с трудным собеседником. А также создадите свое пространство могущества для одного конкретного случая. И получите ключи доступа к своим ресурсным состояниям этого пространства в запланированной ситуации. Также научитесь создавать подобные пространства для практически любых жизненных ситуаций в будущем и получать к ним доступ на то время, которое вам необходимо. Я прошу Евгению Елисееву, если вы готовы выступить, поставить мне знак какой-то в чате, я передам вам возможность говорить. А вас, дорогие мои, прошу приветствовать бурными аплодисментами Евгению. Добрый вечер. Будьте добры, если меня видно, слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, в чат какой-нибудь...